Здравствуйте, дорогие друзья! Я желаю всем доброго творческого вечера. А чтобы вечер прошёл действительно приятно, без каких-либо осложнений, давайте проверим нашу связь. Поставьте, пожалуйста, семёрочки, если вы меня хорошо видите и слышите. Если же есть какие-то проблемы, ставите нули, чтобы мы понимали, как нам дальше работать. Ну и так, пока у нас семёрочки потихонечку прибавляются, давайте знакомиться ближе. Я Вакула Галина, мастер студии «Серебряный лебедь» города Ростова-на-Дону. Помимо того, что я веду мастер-классы вживую в самой студии, я уже более года веду онлайн-обучение и за это время приобрела навыки передачи знаний на расстоянии. Я вижу это по тем результатам, которые вы мне затем каким-то образом предлагаете, фотографии присылаете ваших работ, которые сделаны по видео, каким-то мастер-классам, по вебинарам. У меня есть специальный альбом ВКонтакте, так что заходите, добавляйтесь в друзья, смотрите, как работают ваши коллеги, единомышленники, соратники. Накапливайтесь идеями, вдохновляйтесь, я буду этому только рада. Рядом со мной Наталья Ерохина. Она будет помогать мне следить за вопросами, будет читать чат. И если какие-то вопросы вдруг не будут озвучены, не волнуйтесь, не пугайтесь. Это значит, что либо этот вопрос еще не настал, не назрел, он будет оговорен позже. Если вдруг нечаянно пропустили, то в конце нашего урока будет у нас несколько минут, и вы сможете повторить вопросы, и я думаю, что мы все это озвучим. Итак, что же мы с вами сегодня будем делать? А сегодня мы с вами сделаем еще один шаг навстречу чуду, навстречу волшебству. Что у нас сегодня? Сегодня у нас еще на один день ближе к такому любимому празднику Новый год. Вот почему мы любим Новый год? Вот казалось бы, столько праздников в году, но вот Новый год один из самых любимых, ну, наверное, потому что это праздник надежды, когда мы все время ждем и надеемся, что этот год точно будет лучше, чем предыдущий. Это праздник тепла и уюта, это праздник семьи, это праздник детей, это праздник родителей, это праздник нашей памяти, когда мы вспоминаем свое детство, когда все вместе собирались за одним семейным столом, за одной елкой. И помните самые любимые наши вкусности, да, вот по детству. Вот вспоминайте, как вы украшали свои елки. Я не знаю, вот почему сейчас это уже ушло в такое небытие, а вот я вспоминаю, как мы наши елочки украшали настоящими конфетами. А помните, как орешки грецкие заворачивали в фольгу, привязывали какие-то там веревочки, ниточки и украшали елку. У нас были игрушки, игрушек было полно, но при этом мы еще вот эти вот конфеточки, вот эти какие-то орешечки, все это вешали, украшали, а потом, когда хотелось, вот брали украшение с елки и просто его скушивали. Вот так вот. Ну что, приступим, наверное, к работе. Сейчас я вам покажу, что мы будем делать сегодня. Опускаем камеру и начинаем работать. Я думаю, вам понравится. А вот такая шкатулочка, коробочка. Посмотрите повнимательнее. Вы все узнаете, что это? Вот сейчас... Я сейчас покажу, да, бачка, а потом покажу. Итак, смотрите. Конечно, вы все узнали. Это конфеты, наши любимые конфеты Петушок. Фирма московская, по-моему, Красный Октябрь, да. А вот почему именно Петушок? Ну, конечно же, потому что у нас впереди год Петуха. И я думаю, это будет очень даже востребовано. Это во-первых. А во-вторых, это были одни из любимых моих конфет. Вот сейчас их уже, таких конфеток нету. А фантики запомнились, фантики остались. Я помню, как эти конфетки наклали нам в подарки. Опять-таки, вот сейчас вспоминаем про подарки. Ну-ка вспоминайте, как мы эти подарки получали или как получают ваши дети. Огромный подарок конфет. Мы его тут же вываливали. Шоколад получился. Да-да-да. И начинали тусовать. Значит, здесь карамельки, здесь шоколад, здесь печеньки. Да. А этот фантик красивее, а этот фантик похуже. Вот давайте сегодня поиграем в детство. Вспомним вот эти наши игры. Вспомним Новый год. Вспомним вот эти вкусности. Вспомним наш родной дом. Ведь многие сейчас имеют свои дома далеко уже от мамы, пап. Ну, давайте вернемся в то счастливое время. Мы же сами можем сделать чудо своими руками. Вот сегодня и будем его делать. Итак, у нас сегодня конфеты, у нас сегодня фантики. Эта коробочка у меня, между прочим, не пустая. Там внутри кое-что есть. И мне хотелось бы задать вам вопрос. А вот когда вы сделаете такую коробочку, что вы положите в нее? У меня там кое-что есть. Я обязательно покажу. Но не сейчас. Немножко попозже. А сейчас принимаемся в работу. Но ждем ответы. Нам интересно, что положить. Да, ответы ждем. Что положить? Посмотрите, коробочка-заготовка. У меня точно такая же. Она очень удобная. Мне нравится. Это деревянная заготовка. Снимается крышечка. Потом я на нее надену вот такие петельки. Все очень просто. Все очень доступно. Мне удобнее работать, когда она в разобранном виде. Всем добрый вечер. Мы видим ваш чат. Всем ответить не можем, но видим тут и Ростов-на-Дону, и Байконур, и Украина, и заграница тут вместе с нами. Нам очень приятно, что вы нас смотрите. Так, дичонки отвечают. Елочные игрушки, конфеты можно положить. Конечно. Тут уже фантазия у нас как попрет, так мы уже придумаем, кто что может. Итак, смотрите. Я подготовила несколько картиночек. Ну вот это фантики. Многих конфет уже нету. Многие сняты с производства, но память-то о них осталась. Может быть, у ваших детей или у вас есть сейчас современные любимые конфеты. Используйте их. Вот эти картиночки я использовала еще в прошлом году. Конфетки петушок. Вот Ольга пишет. Здорово. Вот конфетки петушок, конечно. Вот, кстати, у меня и картиночка. Обратите внимание, как я делала эти картинки. Это настоящие фантики, которые я нашла в интернете. Если у вас, допустим, любимые конфетки есть вот дома, даже сфотографируйте их, да, и просто потом используйте, вы просто их увеличьте. Вот они. Если у вас вот эти повнимательнее, да, обратите внимание, тут даже вот есть заломы, как вот оберточка конфеточная, да. И здесь я просто взяла фантик, нашла в интернете. Сейчас конфетки вот эти петушок, они немножко другие. Я сейчас даже покажу. Посмотрите, какие конфеты. Вот раньше делала Москва, сейчас очень похожие конфетки делает Пенза. Посмотрите, очень похожий фантик. Вот на этом я решила немножко поиграть сегодня. Это естественно. Но мы будем делать не петушка, потому что петушка мы уже сделали. Итак, вот это мои любимые конфеты в детстве. Их сейчас тоже нет. Хорошо, что я нашла в интернете фантик. Но обратиться я хочу к другим фантикам. Делать мы сегодня будем с вами конфеты Красный Мак. Они у нас до сих пор есть, до сих пор существуют. Узнаёте? Вот он, конфеты Красный Октябрь. Почему именно Красный Мак? Я объясняю. Красный Мак – это любимая конфета моих детей. Детки у меня сейчас очень взрослые. У них свои дома, свои ёлочки. Им уже по 30 лет. Но каждый раз на Новый год, когда мы собираемся вместе, а они приезжают из других городов, я обязательно им готовлю. Понимаете, какие-то подарки, это естественно. Обязательно. Я готовлю сладкий подарок. Так, как они любят. И в этот подарок обязательно кладу. Конфеты Красный Мак – это любимая конфета моих детей. Поэтому сегодня я сделаю эту коробочку и поставлю её под свою ёлочку. Итак, вот, посмотрите, что я сделала. Сейчас вам просто подскажу идею, чтобы вы не пугались. Потому что, ну хорошо, если у вас маленькая какая-то шкатулочка. Евгений говорит, помню, что Галя делала шарики с фантиками в прошлом году. Было такое. Было такое, да. Ну вот у меня кое-что осталось с того года от этих шариков. Вот. Значит, смотрите. Это я убираю в сторону, мне пока это будет не нужно. Значит, как я сделала, ещё раз повторюсь, как я сделала вот эти картиночки. Я нашла, ну тоже видно, да, что это фантики, все такие помятые. Это в интернете. Кто-то съел конфетку, развернул фантик, выложил фотографию. Немножечко фотошопа. Обратите внимание, что я убрала надписи. Это возможно. И мы залили эти надписи в фотошопе просто красным цветом. То же самое здесь. Это у меня будет центральная часть, то есть крышечка. Это будут боковиночки. Итак, делаем любимую шкатулочку для моих деточек, для моих лялечек. Для лялечек. Для лялечек. Для лялечек. Для возраста. Ну что, ножницы вырезаем. Естественно, я подобрала размеры точно под мою крышечку. По-моему, 12 на 12, но это не важно, потому что у вас будут другие шкатулочки. Вот, так что придумывайте, какие конфетки ваши любимые. Какие конфетки любимые ваши. Давай посчитаем, что у девчонки. Так, пишет. Так, храню фантики от конфет до сих пор. Пахнут детством. Танечка Галкина нам пишет. Так. Ага, Танечка Галкина, конечно. Добрый вечер. Любимая коровка. Ольга пишет. Так, отлично. Так. Привет из Белгорода, из Краснодара, из Ростова-на-Дону. Здорово. Здорово. Когда я была еще, ну, уже не ребенком, я была студенткой, даже мои подружки, с которыми мы вместе жили в общежитии, они называли меня «Дракончик из сладкой сказки», потому что знали мою страсть к конфетам и к сладостям. Помните, такой мультфильм был? «Дракончик из сладкой сказки». Это мне, это мне, и это тоже мне. Все время в России. Птица счастья хорошие конфеты. Стратосфера. Так, Галина говорит «Добрый вечер», Нижний Тагил, «Добрый вечер», как издалека нас смотрят. Так, Сергей, «Добрый вечер». Ой, сколько конфет у нас в чате сразу. Алексей говорит «Каракум» тоже. Каракум, да. Вот, кстати, я, между прочим, когда хотела сделать шкатулочку, была такая идея сделать каракум, но, к сожалению, не нашла конфет вот с такой бумажной оберткой. Сейчас их делают какой-то блестящей, и поэтому не стала ее брать, такую конфетку, хотя помню эти конфеты с детства. Лариса говорит «Мишка косолапый, красная шапочка». О, да. Вот вспоминайте, как приятно, когда вот эти конфеты, они из года в год, из десятилетия в десятилетие, они вот идут вместе с нами. Я же говорю, как жалко, что многие из конфет уже вышли из обихода. О, Ирландия, Ялта к нам присоединились. Добрый день. Нужна твоя помощь. Я забыла взять палитрочки. Можно карелочку? Так, ну что, первый шаг, который мы с вами будем делать, это, естественно, наклеивать наш фантик на крышку. Наталья говорит, ну-ка отними конфеты, да, это или шоколадка, это? Ну-ка отними конфеты, а вот они. Мы же будем делать не одну шкаточку. Ну-ка отними. Наташа, ты этого не помнишь. А я помню, я покупала эти конфеты, они были в наших подарках. Обалденно. Конечно. Мы же с вами сегодня делаем не одну шкатулочку, а несколько. Вот такой сюрприз у меня для вас. То есть каждый найдет сегодня свою любимую конфетку. Итак, клею я на клей ПВА. О! Клей ПВА. Почему мне он нравится в данных работах? Клеем ПВА я не работаю, когда у меня декупаж с салфетками. Но если у меня декупаж на дереве, ничего страшного, если у меня декупаж на дереве, и этот декупаж на плотной бумаге, как, например, вот здесь, да, это офисная бумага, обыкновенная офисная бумага, плотность 80 грамм, вот, то я пользуюсь ПВА. Во-первых, хорошо клеит. Во-вторых, у меня ПВА, одновременно является и грунтовской моей деревянной поверхности. Да, все знают, что у нас грунтовать можно и клеем ПВА. Мы грунтуем грунтом специальным, мы грунтуем поверхность акрилой краской. Да, может быть и правильно, да, давайте на темненьком. И мы грунтуем, и мы грунтуем клеем ПВА. Итак, сначала я хочу сбрызнуть водой картиночку, для чего? Моя бумажка должна немножко размокнуть. Ага, какая струя, не очень интересная. Не очень интересная. Ну да, какая-то нераспыляющая. Ну ладно, главное, что я намочила свою картиночку, и пока у меня мокнет картинка, я промажу клеем ПВА саму заготовку. Итак, зачем мы мочим картинку? А для того, чтобы бумага растянулась, расползлась, пусть на миллиметрик, но она все-таки у нас расходится в разные стороны. И тогда при наклеивании не будет образовываться морщинки какие-то, защипы, заломы. Для этого мы всегда бумагу рассматриваем. Татьяна подсоединилась только, говорит, добрый вечер, а что у вас тут такое интересное происходит? А мы тут в конфетки играем. Мы играем в конфетки, да. Мы возвращаемся в детство. Как я всегда говорю, да, что вот как, вот наши воспоминания, да, так хочется иногда вернуться в детство, в счастливое время, да. Без заботы. Как жаль, что у нас нет машины времени, допустим, на которую мы могли бы вернуться. Так и есть у нас машины времени. Это наша память. Это наша память, когда мы можем вернуть себя в любой самый счастливый отрезок нашего времени. Итак, значит, смотрите, размочила бумажечку, убрала излишки влаги с салфеткой сухой. Вот Нина спрашивает очень важный вопрос. Она говорит, без истончения? То есть прям вот... Вот я без истончения. В данном случае, когда у меня моя картинка будет накладываться полностью на весь формат, истончать не обязательно. Смысла в этом нет. Ложится прекрасно, держится прекрасно. Не первый год мы работаем вот в таком вот, как говорится, режиме, что у нас бумага не истончается. Так. То есть какая цель? Ну вот мы ее намочили. Зачем? Это что-то добавляет клей ПВА, как бы, да? Ну не так, чтобы... Во-первых, я убрала лишнюю воду, поэтому клей ПВА у меня никуда не растворится. Бумагу размочила, я уже рассказала. Для чего? Для того, чтобы она у нас приняла нужную ей форму, расползлась в том, как говорится, количестве и направлении, в каком только возможно. Если бы я наклеивала на заготовку сухую картиночку, то, приложив ее к клею ПВА, картиночка бы размокала прямо на работе и создавала бы морщинки, которые потом я бы не знала, куда убрать. Вернее, я знала бы, я бы их сошкуривала, я бы потом сердилась, что у меня неаккуратно наложилось. Поэтому всегда бумагу размочила. Так, Елена задает еще вопрос. Почему не грунтовали? Как не грунтовали? Я же только что объясняла, что клей ПВА является одновременной грунтовкой. Поэтому нет смысла грунтовать. Вы же обратили внимание, я сначала промазала клеем ПВА саму поверхность, потом намочила картинку, и на картиночке тоже промазала обратную сторону клеем ПВА. Промазываем очень аккуратно и тщательно, без пропусков. Это вам не салфеточка, которую можно дополнительно пропитать клеем. Поэтому будьте внимательны. Если вы работаете с докупажными картами, то и сама поверхность должна быть хорошо, без пропусков промазана клеем, и обратная сторона вашей картинки тоже должна быть проклеена хорошо, без пропусков. Обращайте внимание на уголочки и на краешки. Чаще всего именно здесь мы не докладываем клеем. Итак. Ты знаешь, очень хороший вопрос, ну не вопрос, а как бы предложение пишет Мексина. Она говорит, по моим наблюдениям уже многие мастера не истончают бумагу. А какой смысл истончения бумаги? Вот скажи. Значит, когда у нас картинка не полностью ложится на поверхность, а, например, вот где-то здесь заканчивается, да, и чтобы вот избежать вот этой ступенечки, пусть какая-то доля миллиметра, но ступенечка есть, бумага имеет плотность, да, и поэтому ступенечка образуется. Так вот, чтобы эту ступенечку сделать как более, более незаметной, мы истончаем бумагу, чтобы именно убрать вот толщину бумаги, снести ее на негу. Татьяна спрашивает, а вот если материал МДФ, надо его как-то грунтовать? Обязательно. Если дерево получается, а не надо? Обязательно. Грунтуем точно так же, как грунтуем любое дерево или фанеру. Либо специальный грунт, либо лак акриловый, либо акриловая краска, либо клей ПВА. Но МДФ лучше всего либо лаком, либо ПВА. Потому что все-таки краска и грунт, они, да, немножко могут ее размочить более, чем нужно, и может работа, ну, как повестись, взяли полеты, а что-то правильно сказать. Так, я готовлю наши бочки. Видите? Я сохранила, чтобы по-настоящему было написано, как на фантике, слово конфеты. Просто вырезаю по размеру. И точно так же будем приклеивать. Вот еще раз повторим этот процесс. И кто не уяснил или кто-то пропустил или присоединился попозже, вы еще раз повнимательнее, пожалуйста, посмотрите, что я сейчас буду делать. Так, смотрим еще. Ага, вот Елена нам пишет, сахар достворяли, плюс лимонка на сковородке расплавили, и вот петушок на палочке. Вот они, наши петушки. Да, конечно, помним. А как же, все это было, все это сделали. Мы поворачивались из любой ситуации. А помните кусок батона, присыпанный сахаром и прилитый водичкой, чтобы сахар не разлетался? Это же было вкуснее любого пирожного. Классно. Ты такого не застала? Я. А мне бабушка поливала из чайника вот этот сахар не простой водой, а она поливала его заварочкой. Ой, какая прелесть. Итак, посмотрите, делаем опять ту же самую работу. Добавлю себе клея ПВА. Значит, буду сейчас грунтовать клеем. На каком принтере распечатывали изображение? лазерный. У меня, вернее, не у меня, я картиночку находила в интернете. Скинула на флешку, с флешкой шла в фотоцентр. Ну, у них там, конечно, оборудование не сравнить с нашим домашним, лазерное. Вот, и там мне распечатывали мои картиночки. Я делаю так всегда. Либо в типографию иду, либо в фотоцентр. Посмотрите, я промазываю клеем ПВА, то есть идет, естественно, грунтовка. Людмила говорит, у меня сын до сих пор так любит кушать бутерброды. В смысле, сахар, наверное. Вот, я говорю, это вкуснее любого пирожного. Размачиваем картиночку, чтобы она у нас размокла до того, как мы ее приклеили. И все эти морщиночки у нас, ну, просто мы будем их избегать. Так, Бульнара говорит, мы на хлеб мазали масло и сверху сахар. Моя племяшка девятилетняя тоже так любит. Вот видите, как классно. О, Анетта нам прислала стих, ура, ура. Ой, Анетта, да, на стихи пишет. А в галидный вечер сладкий, вспоминаем шоколадки, в детство возвращаемся, с ластями угощаемся. Девочки, я предлагаю все стихи Анетты собирать, да, и в нашей группе создать альпотик с стихами. И не только Анетта, может быть, нам будет писать такие стихи. Да, да, вообще супер, Анетта. А творческие люди, они талантливы во всем. Так, я приклеиваю еще одну картиночку. Так, надо же, я перешла тебе взять. Валик, приготовим ушко. Так, а макет в группе будет, Оля спрашивает, макетушка, очень хочется выложить макеты. Если хотите, да. На страничке можешь выложить? Да, я сделаю. Потому что Оля, видимо, уже захотела конфеты сделать, ну, коробочки. Хорошо, только у меня, наверное, к сожалению, то есть конфеты, то макеты есть, но мне убирали прямо в типографию в фотошопе, или у меня нет макеты с фотошопом. А, вот в чем дело. О, Татьяна наша Маркова присоединилась. О, Танюша, привет, Давно тебя не видели, я уже соскучилась. Так, клей я все время жалею, мало его накладываю. Было такое интересное замечание написано, я рада, что вы работаете с клеем ПВА, то есть, видимо, есть такие вопросы, что, ну, вот ПВА как-то с ним осторожен. Да, ПВА, ПВА мы признаем, с ПВА мы работаем, но ПВА, ПВА рознь, поэтому мы ПВА берем в строительных магазинах, обязательно обращаем внимание на то, чтобы он был белый, это не канцелярский ПВА, канцелярский, он, видимо, более водянистый, он потом со временем дает желтизну. Строительный клей ПВА мы берем в огромных банках, по килограмму, по два, и используем его. Он белый, он густой, он не дает желтизны, это уже испробовано, уже несколько лет стоят работы, в которой сделаны именно на клей ПВА. Ирина нам говорит, хлеб плюс масло, плюс абрикосовое повидло, до сих пор вкусно. Это деликатес царский. Это были пирожные. Конечно. Это уже царские деликатесы. Наталья говорит, девчонки, ну хватит, я на диете. То конфеты, то жвачки, то шоколадки. какие-то гастрономические у нас почти мастер-классы, но дело в том, что они, это же наши воспоминания, это же вот то, что нам так нравится, то, что нас возвращает в какой-то счастливый момент нашего времени. Теперь самое главное, чтобы я это сделала не кверх ногами. Если я получила, ну там на той стороне уже забыла, как сделала. Если кверх ногами, да, ну что же, это будет эксклюзив. Это будет очень интересная работа. Надеюсь, дико меня простят. Конфеты там будут нормальные, настоящие. Так, ага, сдвинулась, извиняюсь. Вот видите, как хорошо работать по клею ПВА, что мы картиночку можем еще двигать в нужное нам направление. То есть не обязательно вот с салфеткой такого, конечно, невозможно. И вообще ограничение по салфетке в том, что, ну не найдешь ты таких картинок. Вот ты хочешь, например, там, петушка, конфетку, макет, там, еще что-то. То есть это эксклюзивные макеты получаются классные. Так, давайте, давайте немножечко дадим возможность схватиться клею, потому что я тоже всегда всем объясняю и на мастер-классах, что никогда не идите сразу под фен. Дайте минут 10 хотя бы вот постоять вашим картиночкам, чтобы клей схватился с картинкой. Если мы сейчас пойдем под фен, то вот за счет вот этого выдувания, да, за счет того, что клей начинает быстрее высыхать и впитываться в поверхность, у нас получится, что будет приклеивание не очень аккуратно. Итак, минут 10 у нас будет лежать наша картиночка, но мы же не будем с вами, да, бездействовать. Она должна постоять, она стоит у нас. Бездействовать мы не будем. Мы перейдем к нашей следующей шкатулочке. Мы должны ее продолжить. Я сделала такой полуфабрикат. Вот крышечка от другой шкатулочки. Здесь тоже всеми нами любимые конфетки. Ну-ка, отними. Помните, они были и с девочкой, были с мальчиком, да, были такие тоже вот ну, очень трогательные, замечательные. Вот давайте в этом стиле сделаем нашу коробочку под фантик. Почему я взяла несколько фантиков? Вот когда мы работаем с, например, с конфетой мак, то фантик довольно простой, да, просто на красном фоне конфетку Наташа, наверное, сейчас слушает у нас. Не хочется. Значит, смотрите, просто на красном фоне у нас вот такая картинка с маками, да, довольно просто. Все, что мне нужно, это на шкатулочке воспроизвести бачки красного цвета. Все. А крышечка сама по себе будет говорить, потому что это там полный фантик с маками. Итак, но есть же вот такая конфетка. Как воспроизвести, да, сложно. как воспроизвести вот этот фон. А хочется вот именно привязаться к картиночке, да. Я могла бы просто покрасить желтеньким, но это было бы скучновато. Не было бы соблюдения вот этой вот истории, да, когда у нас идет повязка картинки с общей работой. Вот это гармонию, мы же должны ее соблюдать. Я сделала эдакий полуфабрикат. Красить мы все умеем, поэтому я взяла и такую же коробочку разделила на две части. Покрасила нижнюю часть желтым цветом, а верхнюю часть белым. Посмотрите, желтый цвет я привязалась к этому оттенку. Видите, да? Да, да. А белый цвет, ну, он такой немножко грязноватый, я в белый цвет добавила умбры для того, чтобы якобы немножко запачкать белую красочку. Вот. И теперь мне надо воспроизвести вот такой фон. Ну, довольно сложный фон. Вот как это сделать? Значит, во-первых, конечно, мы можем взять кисточку и просто порисовать. Не так это сложно. Но рисовать я не хочу, это долго, рука дрожит, кисточки тонкой нету, надо как-то схематично мне все-таки поддержать эту тему. Итак, я буду это делать с помощью трафаретов. Ну, конечно, не каждый трафарет подойдет. Допустим, не могу же сюда какой-то... И где мы такой специальный трафарет возьмем? Да, специально такого трафарета нету, на заказ такой мне тоже не сделают-то, и ради одного случая, вот одна коробочка, я больше таких, может быть, делать не буду. Чего еще я буду заказывать трафареты? Хотя есть такая возможность заказать по нужному нам, вот по нужной картиночке. Поэтому мы с вами будем искать трафареты, приближенные, схематичные, которые, ну, вроде как, вот взглянул, и так вот взгляд, он не цепляет какого-то вот различия, да? Будем взглядом ловить только то, что у нас на белом фоне, вот такие какие-то квадратики. Это вот достаточно нашему взгляду и нашему уму, чтобы связать картинку фантика с самодельной картинкой на наших бочках. Имитируемой фантики, да? Да, мы имитируем фантики. Вот опять-таки, вот эта фраза, что такое докупаж? Декупаж – это искусство имитаций. Вообще, откуда взялся докупаж? Его еще раньше называли искусство для бедных. Когда люди более низкого сословия не могли себе позволить каких-то роскошей, они начинали делать имитации, имитировать что-то. Потому что итальянская мебель была очень дорогая и только была у королей и высоких особ, а людям ниже чуть-чуть, рыцарям и так далее, тоже хотелось, да? Вот, соответственно, начинали имитировать. Значит, смотрите, так как у нас основным фоном на нашем фантике являются мягкие квадратики, то и трафареты я должна искать где-то вот схематично, чтобы была такая решеточка. Я подобрала два трафарета. Вот видите, вот, он не совпадает с нашим рисунком. Он не совпадает, да, он не решает. Но я вас уверяю, он будет интересно смотреться. Но, то есть, квадратики, вот если я так поверну, это будут квадратики, так это уже ровно, да? И еще один вариант, тоже неплохой трафарет, Леонардо купила, вот видно или нет? Да, да, видно. Тоже квадратики, да? Видите? Вот так вот поверну, вот так вот, в этой плоскости это квадрат. Я вам сейчас покажу, что будет получаться из того и другого трафарета. Но я, конечно, уже подобрала для себя трафарет, которым хочу пользоваться. Это будет вот такой трафарет. Удивительно, да? Казалось бы, этот, может быть, даже больше подходит, но этот, мне кажется, не то, что более подходящим, он более взгляда уцепляем, скажем так, да? Сейчас увидите, сейчас увидите. Вот так вот просто рассказывать, это гласловные слова такие, лучше, да, лучше все это увидеть вживую, как это все происходит. Итак, я выбрала трафарет вот такой. Сейчас мне нужно... Ну, смотри, Татьяна, хороший вопрос, не вопрос, а как предложение берет. В фотошопе тоже можно было сделать бумажку, то есть бачок. Можно было, но я сознательно этого не стала делать. Дело в том, да, дело в том, что я хочу сегодня рассмотреть даже не две работы, а три. Значит, что мы с вами будем рассматривать? Вот фотошоп бумажки, вот без фотошоп бумажки, которую мы будем делать сами, и у меня есть еще третья работа. Попозже покажу вам ее. Это тоже будет нами всеми любимый фантик, на котором будет еще третий вариант воспроизведения. Вот такой. Конечно. Мы же сегодня рассматриваем несколько случаев. То есть вот она, бумажка, я могла, я воспроизвела, я убрала названия каких-то фабрик, какие-то там. Вот она первая идея. Да, да. Просто клеим бумажки вокруг. Да. Конечно. Посмотрите фантик повнимательнее. Я оставила только слова конфета, а вот это внизу, то, что написано, какая фабрика и прочее, они мне здесь не нужны были. То есть вот это я сделала в фотошопе. Правильно? Я убрала их. Эти слова не нужны мне. То есть это один вариант. Вы совершенно правильно сказали. Все верно. Абсолютно верно. Второй вариант, когда у меня нет фотошопа, но я просто себе распечатала картинку на крышку, и мне нужно воспроизвести трафарет. Кстати, одна сторона у меня уже проработана. Вот сейчас мы будем делать на трех остальных сторон. Итак, что мне надо? У меня на моей крышке, вы видите на фантике, что квадратики нарисованы красным цветом. Логический вывод. Я беру красную краску. Отлично. Так, а я пока прочитаю. Нам тут прислали тоже целое стихотворение. Елена Поликаркова. Собираем, собираем стихи. Вечер начинается, вновь мечты сбываются. В детство память уведи, нас конфеткой угости. Здесь девчата молодцы, где купажницы. Спасибо. Ой, спасибо, Леночка, спасибо. Это так приятно, да, вот, стать героем стихов. Итак, делаем с вами трафарет. Накладываю так, как мне удобненько. Выбираю самую лучшую позицию, чтобы у меня вместились все мои фигурочки. Единственное, что у меня опять... Нет, есть. Есть, есть. Давай я принесу. Ладно, пока я эту возьму, а на следующую... Есть. Все нормально. Так, взяла обыкновенную поролоновую губочку, но вы узнаете, да, это обыкновенный кусок поролоновой губки, которую мы моем посуду. Ой, надо так, чтобы вы видели, да. Значит, смотрите, на губку набираю краску и хорошо ее отбиваю. Вот это самое важное, потому что многие говорят, не умею делать трафарет, у меня затекает краска, а потому что на губке много краски. Отбила хорошо, хорошо. Да, забыла вам сказать. Значит, смотрите, когда я покрасила, я залакировала поверхность. Один раз, этого достаточно. Если вдруг у меня что-то не получится, я просто влажной салфеточкой сотру то, что у меня не получилось и переделаю. А если бы у меня не было лакировки, то я бы портила бы и краску, поэтому я сделала лакировку. Так, значит, выбрали хорошую позицию трафарета. Вот как-то так. И, ну, все мы это умеем делать, такими тампанирующими движениями я навожу основную схему. Ну, вот ты говоришь, все умеем делать. Я тебе скажу, что когда ты начинаешь работать с трафаретом, у тебя трафарет затекает и все не получается. В чем ошибка? Много краски на вашей губке. Вы видите, что Галя наносит губкой и она полупрозрачная такая? Полупрозрачная. Вы видите, мне по одному месту приходится много-много раз вот так тампанировать. Почему? Потому что мало краски. Но лучше, вот всегда говорю эту фразу, лучше я несколько раз пройдусь по одному месту и прокрашу, как мне надо. Чем я возьму неправильно краски, один раз ляпну и испорчу все. Да, то есть получается именно что сухое. О, классно. Вот, попала сюда, ничего страшного в этом нет. Я беру влажную салфетку и по лаку убираю. Вот чем хорошо лак, вот, пожалуйста, ликвидация, ликвидация ненужности. Следующее. Вообще, конечно, вот по-хорошему, да, вот я говорю для тех, кто будет работать в домашних условиях, будет работать правильно и соблюдать все правила. Трафарет. После того, как вы и попользовались, надо идти и сразу мыть. Да, но мы просто работаем. Я сейчас сразу мыть не пойду, потому что я вот работаю тут быстренько, стараюсь, по крайней мере. И так как я здесь вот сижу и бежать в ванную, тоже мне нет смысла и желания, я после того, как попользуюсь трафаретом, опущу его в ведро с водой и пусть ждет своего часа. Через два часа помою. Так, Елена нам говорит, какое веселое начало, супер, а сладкое какое, браво, обожаю вас, Галина, с вами так классно, спасибо. А как классно мне с вами за то, что вот вы, вы вспоминаете все вместе со мной, да? Вот те, кто помоложе, у них свои конфетки, у них свои. У них жвачка вчера была. Да, у вас вчера была жвачка. Вот, пожалуйста. А сегодня мы с Сашем поколением будем вспоминать наши конфетки. Вот, например, Наташа, вот я вам сразу скажу, да, когда я сделала вот эту коробочку, она сказала, а я не помню таких конфет. Вот, ну, зато красной маки она знает. Красной маки, мишки на севере. Мишки на севере. Да, мишка на севере почему-то тоже ушел уже с производства. уже все севера. Да, да, я искала вот вам мишку на севере, специальные конфеты хотела найти, но мишки на севере сказали, что их больше не производят, бренд передали Питеру, а Питер почему-то нам, в Ростовскую область, не хочет поставлять эти конфеты. Ну, какой он. Или мы не хотим мишку на севере, а почему? мы хотим мишку на севере. Людмила говорит, друзья, после прошлогоднего выступления Галины с просторов интернета выудила, ой, я заскаканул, чат, не успела прочитать, выудила кучу, значит, фантиков, так, сейчас попробую вернуть, ага, вот, штук 30, если надо, сейчас выложу, выкладывайте, Людмила, это очень интересно. не в чате, иначе у нас будет. Не в чате, не в чате, это в группе, вот Людмила пишет, что я в группе, это могу сделать. Ой, Людочка, пожалуйста, это так здорово, я тоже, наверное, нахватаюсь ваших фантиков, потому что мне так нравится с ними работать. Вы обратили внимание, да, я второй год работаю с фантиками, вы знаете, на следующий год я тоже буду работать с фантиками. А, Елена Егимова говорит, я люблю Мишку на севере, привет, привет, Леночка. Леночка, приезжай, у нас нет Мишки на севере, но у нас есть много других конфет, я тебе всех, все отдам, какие из с собой, а у меня с собой много конфет, это я вам сразу говорю. Так, ну вот у нас, чем интересно, вот смотрите, воспроизведение на бочках, именно, ведь смотрите, мы же дикупажницы, нам же все-таки хочется не просто картинку наклеить, нам хочется, как бы, создать, воспроизвести, как художники, понимаешь, мы же творим в этот момент, в ведро с водой. То есть не просто, как бы, это быстрое движение наклеить, а именно, да, то есть сейчас, вот сейчас мы с вами, наверное, делаем ту работу, которая делает работа дикупажника приятной, не просто наклеить, а вот здесь уже идет фантазирование, идет творчество, идет поиск, вы чувствуете себя художником. Да, вы начинаете, вот смотрите, мы начинаем думать, как же нам воспроизвести этот бочок, как же нам это сделать, потому что Галя, она это потратила некоторое время, она советовалась, говорила, ну что, как, вот так, мы выбирали, значит, сейчас я вам покажу, смотрите, я сейчас сделала вот такие бочки из трафарета, ну вы сейчас смотрели, какой, потому что я бросила его уже ведро с водой, понятно, нет, я его не достаю, я просто наоборот его поглубже опускаю, так, а вот второй трафарет, я тоже, когда готовилась, я делала образцы и того, и другого трафарета, вот этот образец, значит, смотрите, на этой стороне вот тот трафарет, который вот сейчас мы с вами делали, видите, мне осталось только воспроизвести синие квадратики, все очень быстро, все очень схематично, но идея ухвачена, гармония сохраняется и все смотрится очень естественно, я могла бы взять другие краски, я могла бы взять какие-то другие трафареты, может быть, какие-то там узорчики, там какие-то, я не знаю, там цветулечки, но зачем, если мне надо было сохранить именно идею фантика, то есть вся коробка должна представлять собой единый фантик, вот это, значит, вот этот трафарет, который мы с вами пользовались, а вот это тот трафарет, который я вам сейчас показала. Вот нижний, да? Вот этот нижний. Да, да, вот этот нижний трафарет. Но вот он тоже подходит, да? Ну, он как-то мелковат, но он мелковат, он, скажем, не цепляет взгляд, он пресный, на мой взгляд, пресный. Тоненький какой-то, да? Мы взяли вот такой видимый, вот, ну, как сказать, такой гротескный, да, вот если такое слово подобрать, но он же прекрасно смотрится в сочетании. Да, 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 да. Так, синие квадратики. Но я не буду, наверное, на всех сторонах это сделать, я вам просто покажу, как я это сделаю на одной стороне. Это все очень просто. Мне нужна только тоненькая кисточка, вот будет чудо, если я ее не взяла. Тоненькая кисточка? Если нет, в крайнем случае, зубочистку возьму. Выкрутимся. Тоненькая, прям совсем, нулевочка или единичка в крайнем случае. Ну, странно. Все продумала, кисточку нет, да ладно. Давай выходите с положениями. Зубочистки есть? Нет. А у нас подойдет вот эта, нет? Нет, 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 это крупновато, мне же квадратики надо рисовать. Зубочистки есть? Давай тогда пока зубочисточки. Пока Наташа мне поможет принести зубочистки с кухни, я посмотрю, что у меня с этой работой. Значит, и смотрите, я возьму, наверное, наждачку и попробую убрать излишки. Помните, когда мы с вами наклеивали, то картиночка растягивается и уже выходит за пределы нашей заготовки, потому что где-то миллиметр, два, как раз она после того, как намокла, у нас прибавило. Вообще-то, по идее, я предпочитаю сошкуривать излишки бумаги уже на высохшей заготовке. Но так как мы работаем в экстремальных условиях, то я, по примеру Лёли, делаю это на влажных картиночках. Ну, навык нужен, конечно, да, все-таки есть риск испортить, но ждать-то тоже некогда, работать надо продолжать, поэтому я вот так вот делаю. Неправильно, но делаю. Так, хорошо. Боюсь потревожить, зацепить и отцепить что-то ненужное. Так, здесь сделала. Давайте с этой стороны то же самое. С этого края хорошо. Отлично, отлично, мне принесли замечательную кисточку, то, что надо. Прямо супер. Но если бы кисточку не нашли, то зубочисткой можно было бы вполне поработать. Кто-нибудь работал уже зубочисткой? По-моему, у нас дубочинка все в ходу. Ну что нам тут пишет, давай почитаем. Так, как всегда весело и интересно, Лена пишет, потому что девочки из студии Серебряный Лебедь как всегда зажигают и заряжают все свои хорошие позитивные энергии. Так держать. Ростовские девчонки, спасибо большое, Лена, очень приятно нам такое. Спасибо, Лена, да, спасибо. Лена говорит, раздразнили, долой диета, пошла за коробку. Так, отлично. Все-таки хочу высушить здесь фасточка, на фасточке труднее. Пускай еще полежит пока, да, я сейчас порисую квадратики, покажу, как это делается. А то люди же не знают, как рисовать квадратики-то. Это же так сложно. Кисточка тоненькая, вот у меня две нулевочки, ну, у разных фирм разная градация. Так, насколько вам видно, где, на чем показать вам. Ну, совсем тоненько вы видите, да? Сейчас поближе будем показывать. Идет. Сейчас мы перейдем. Да, просто, пускай она уйдет, да, ничего с ним останется. Это Наташа пытается вымитропорет, но мы будем торопиться. Значит так, смотрите, опять-таки, схематично воспроизводим картинку у Фантика. Не-не-не-не, все отлично. А, прекрасно. Просто это очень меньше. Забираем. Мне дали еще лучшую кисточку. Людмила говорит, девчонки, у вас уже елка стоит. Да, мы уже вовсю готовимся к Новому году. Дело в том, что Новый год не за горами, что такое конец октября, это можно сказать уже Новый год. Да, у нас Новый год. Да. Но мы не знаем, где взять гирлянды. Не продают гирлянды между Новым годом. А то бы сегодня еще и гирлянда у нас туда вовсю бы сияла, сверкала. Итак, значит, смотрите, между вот этими квадратиками, ромбиками просто рисую, как на фантике. Посмотрите, это секунды, это секунды, все очень быстро, все очень схематично. А так как работа, вы знаете, вот я понимаю, что многие вот это вот выражение перфекционизм, оно часто у нас очень звучит. Ну, я не знаю, как бы культивирую. Да, да, да. Так вот, я вам скажу, что это, конечно, хорошо, но есть некоторые работы, где этот перфекционизм именно мешает, потому что вот данная работа, она у нас олицетворяет собой память о каких-то старых конфетах, которые, кстати, тоже не были идеальными. Посмотрите на них, как-то, вот где камера, да? Посмотрите на них, как рисунок, довольно грубовая, да, вот такие темные, конечно. Поэтому здесь, если вы будете вылизывать бачкан, это будет несоответствие с вашей крышечкой. Вот тут вот тоже это дело учитывайте, и иногда вот такие вот нарочитые косички, наоборот, бывают очень нужны для соблюдения полной гармонии. Можно бусинки наклеить, вот Людмила подсказывает, тоже вариант, но бусинки немножко в сторонку уводят. Да, они уводят в сторону, то есть мне хочется вот сам фантик воспроизвести, но, если вы хотите пойти в этом направлении, пожалуйста, это тоже будет очень интересно, это будет еще, может быть, более даже красиво. Гульмара говорит, а мы ее собираем на 8 марта. Да, было такое, помню тоже по детству, родители к марту месяц наконец-таки ее вносят из дома. Как я вас понимаю? Как я вас понимаю? Это все, что я могу сказать. Но, по крайней мере, я всегда старалась елку держать до 31 января, насколько это было возможно. Марина говорит, сегодня, по вашему примеру, нарядила елку игрушками, которыми сделала сама из всех домочадцев понял меня только кот. Ему сильно понравилось. Мы тоже свою елку от кота прячем. И игрушки тоже все только сделаны нашими руками. Вот на несколько мастеров нашей студии. Да, да, да. Вот мы покажем елочку еще. Обязательно. У нас на елке все. Мы с этой елочкой еще будем игрушки снимать и вам показывать. У нас тут все с нашей студией, с нашими ручками сделаны игрушечки. Мила говорит, Люля, у меня есть дома гирлянда. Мила, мы ждем гирлянду в вебинарную комнату. Да, гирлянду в студию. Так, ну вот это последняя сторона, четвертая. И, собственно говоря, останется только залакировать и запатинировать. Запатинировать это значит состарить. Ой, это уже интересно. Конечно. Потому что если посмотреть вот здесь, да, то вот здесь, видите, этот фон, он не белый, он такой какой-то немножко мягкий, такой какой-то приглушенный, хотя конфеты ведь новые были, да, почему вот здесь? Почему? Не такие, что они новые. То есть это где-то лежали, я не знаю, может быть, фантик кто-то собирал, такие фантики лежали, может, 20 лет, понимаешь? Я собирала в детстве фантики. У меня такой красивый комплект фантиков, в огромной-огромной коробке был. Сейчас не знаю, куда делся, но много было очень красивых фантиков. Я любила перебирать открытки, которые были. Так, следующий этап. Давайте опять-таки выдержим вот эту историю шоколадную. Это шоколадная конфета? Шоколадный цвет. Где у нас? Нету. Нету? Давайте добавим шоколада в нашу работу. А то картинка, картинка, фантик, 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 это мы воспроизвели. Где шоколад? Где шоколад? Да, требуем шоколада. Дайте шоколад. Сейчас смотрите. Шоколад я буду воспроизводить с помощью краски умбра натуральная. Тоже не первый раз объясняю, и часто это объясняю в студии на живых мастер-классах, когда я говорю, давайте наводить коричневый цвет, а сама достаю цвет умбра натуральная. Все начинают? Да. Они говорят, а какой же это коричневый? Да, это землистый, зеленоватый какой-то цвет. Так вот, когда умбра натуральная, высыхает краска, становится очень приятный, вкусный, шоколадный цвет. Вот такой. Вот это вот этот цвет? Конечно. Это умбра натуральная. После высыхания она вот такая у нас шоколадная, как шоколадка. Так, вот если бы вы видели Наташи на глазах в эту минуту. Так. Он же зеленый цвет. Он такой, ну что ж. Землисто-зеленый. Землисто-зеленый. Ну вот это тоже вы имеете в виду, запоминайте. Для меня это открытие. Умбра натуральная это зеленый цвет, если вы знаете. Вот она зеленоватая. Она зеленоватая. Если умбра жженая, она коричневая. Да. Но вот почему-то мне умбра натуральная нравится больше. И цвет, который получается после высыхания, мне тоже нравится больше. Значит, смотрите, я сейчас начинаю мазать. при этом тоже сообщу вам, что вот эту картиночку на крышке я тоже залакировала. И если я нечаянно залезу на картинку краской, а то многие говорят, ой, как так аккуратно, у меня рука дрожит, я не могу. Ну не можете, не надо. Залазьте прямо на картинку, только не забывайте ее лакировать. И потом, когда у вас будет все закрашено, уберете влажной салфеткой те излишки краски, которые попали на картинку. Вот даже сейчас я попала. Татьяна говорит, вот в детстве не было у меня признаков хаминизма, а вот теперь приходится с этим бороться. Хаминизма. Хаминизма, да. Так, значит, вот, смотрите, если я залезла краской, я просто влажной салфеткой убираю, и у меня все ровненько. Следующая сторона. Посмотрите, уже какой красивый цвет. Вот прямо шоколадный, шоколадный будет, когда высохнет. Евгений говорит, я один раз 8 марта под елкой праздновала, причем это была настоящая сосенка, стояла в ведре с мелкой галькой в воде, и у нее даже веточки молоденькие пошли. Вот это да! Классно. Здорово. Так, значит, смотрите, мы идем краской по всем бочкам, и обратную сторону крышки я тоже покрашу под шоколад. Сейчас я попрошу Наташу, Наташ, чтобы ты не могла... Подсушить, да? Нет, 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 покажи внутренности шкатулочки, потому что вы могли бы тоже их покрасить под шоколад, но мне хотелось поиграть как-то цветами, распечатками, и я вот такую распечаточку нашла, мне Наташечка помогла ее распечатать, Наташа Кравцова, тоже мастер нашей студии, и я решила, что внутренности этой шкатулки я обработаю докупажными картами, вот такими. Даже не карты, это распечатки, распечатанные на лазерном принтере. Слышите, классно получилось, да, вот это воспроизведение, только вот здесь, Галя, что-то оно получилось бледнее, почему-то вот здесь, а вот здесь... А, почему-то... Мы не дошли до этого момента. Вы видите, смотрите, вот она бледная, а тут я... Я жду, когда высохнет, а потом специально пройдусь. Вот как ты заметила, я тебе этого не говорила, не рассказывала. Ну, а что ты думаешь, я что, не вижу, что ли, что ты меня обманываешь? Обманываешь. Молодец. Значит, смотрите, для того, чтобы воспроизвести вот именно старость этого фантика, потертость, еще раз напомню, конфеты этих уже нет и нет давно, уже несколько десятилетий, пожалуй, может быть, лет 20 точно их уже нет. Но, значит, у нас остался фантик, но фантику раз 20 лет, значит, он тоже имеет историю, поэтому мы будем его состаривать. А состаривать мы будем его с помощью того, что возьмем наждачку и ту картинку, которую мы с вами сейчас воспроизвели через трафарет, мы немножечко прошкурим, то есть создадим видимость такой потертости, естественно. Итак. О, классно! Уже вкусно, да? Уже шоколадка где-то... Ну, пока зеленая шоколадка, пока. Пока зеленая, еще не высыпаем. Значит, смотрите, вот здесь у меня уже подсох мой трафарет, и я могу... Нет, давайте, значит, покрашу еще, пока есть возможность, пока у меня краска открыта, пока кисточка еще не в воде. Пока кисточка не в воде. Я сейчас закрашу, и, наверное, мы посушим немножко, да, Наташа? Поможешь мне посушить? Да, да. Значит, смотрите, сразу предупреждаю, да, что так как у нас с вами не так много времени, ну, часа два-три, то я, возможно, внутри, вот здесь, и донышко буду делать без вас уже, да? Для меня сейчас важно вам показать идею и показать, как я работаю. Поэтому просто учитывайте это, да, что донышко и обратную сторону крышечки я буду делать, может быть, даже без вас. То есть вот вот это, да? Только покрасить, да. Понятно. Только тонкостей никаких нет, я только буду красить. Успеем сегодня, значит, я буду красить на ваши глаза. Ой, Евгения нам пишет, Галина, вы меня сразили в 73-м году на свадьбу. Так. Мне папа, меня еще не было, я еще не родилась. Мне папа из Ростова привез именно эти конфеты. Ну, надо. Петушка, ну-ка, отними. Как? Вот как получилось здорово, да? Ну что ж, сегодня я думаю, что это будет приятно и вам вспомнить на какой-то приятный день. А Светлана пишет, а у меня в 80-м было на свадьбе петушок и белочка. Вот, белочка у меня тоже в арсенале есть такая задумка, затея, потому что белочка, мне конфеты тоже очень нравятся. Я брала вот именно те любимые конфеты, которые нравятся мне, моей семье. Значит так, я тут опять-таки залезла на бачка. Вот чем хорошо залакирована бачка. Да, да, да. Просто убираю влажной салфеткой. Давай, Лидия. Давай я покажу так поближе чуть-чуть. Вот так вот. Убираю влажной салфеткой все эти натёки. Мила спрашивает, Галя, Умбара натуральная в чистом виде, то есть без добавлений? В чистом виде, Милочка, без всяких добавлений. Очень красивый цвет получается после высыхания. Не пугайтесь цвета сырой краски. Он может быть не очень эффектен, но после высыхания это просто бомба. Люблю эту краску, обожаю. Всем начинающим докупашникам всегда советую. Сиена, охра и Умбра обязательно в своём арсенале иметь. Да, это правда. Я как-то ими не пользовалась, когда познакомилась уже с Галей поближе, мы когда начали вместе мастер-классы проводить в студии, это я увидела, что у Галли это основные краски, это Умбра. Как-то так это будет выглядеть, пока только схематично показываю. Как-то так ещё один момент мы с вами здесь проработаем. Чего-то не хватает, да? А чего не хватает? Вот чего вам не хватает? Чего-то не хватает. А нам не хватает синего цвета. Вот девочки, платьишко, какое? Точно синенькое, и точечки синенькие. Пирочка. Опа! Вот оно оно! И вот мы с вами, вот извините, что немножко камера передаёт не совсем точно краски, да? Да. Если я сейчас так вот поверну, вот они, вот так краски, всё, они восстанавливают, наверное, вот так надо сделать. Вот так вот подержать. Вот оно, чтобы вы видели, что краски совпадают. Да, да, да. Вот они, вот они краски. Вы видите, вот сейчас вот в этом ракурсе видно, что краски совпадают, цветовое. И желтая краска совпадает, и платьишко голубое у нас воспроизведено. Получается очень веселая, вкусная коробочка, в которую вы можете положить конфетки. Ну, конфеток, однако, от ними у нас уже нету. Возможно, вы сделаете другие фантики, другие конфетки и положите, да, их. Но у нас еще впереди состаривание. Так, и так как нам надо продолжать работать, давайте, наверное... Наташа, поможешь? Давай. Хорошо. Пока у нас есть времечко, давай. Все. Пока у меня будет минутки две-три, я вам хочу показать нашу новую обучающую программу, которую мы подготовили. Ой, Наташа, смотри, чтобы оно у нас аккуратненько, чтобы ты взяла, не испачкалось, потому что все в краске. Значит так, у нас новая обучающая программа для вас. Вот такая шкатулочка. И даже не одна. У меня две такие шкатулочки, немножко в разных оттенках. Обратите внимание, вот это сможешь взять, да? Значит, смотрите. Это шкатулка креда. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что вот самые любимые, самые удачные работы, они всегда имеют некую предысторию. Они не появляются из ничего. У них всегда есть предпосылка к рождению. Так вот, вот этот мастер-класс, он тоже был для меня очень желанным, долгожданным. Я долго шла к этой идее, потому что вот у этой шкатулки и у этой идеи есть своя история, есть моя история и мои личные воспоминания. Скажу сразу, что это, скорее всего, будет еще одна имитация в коллекцию для любителей имитаций. Это имитация роговой пластины. Почему мне хотелось воспроизвести именно роговую пластину? Я это рассказываю в мастер-классе, так как у меня есть именно своя история по этой теме. Когда я решила сделать эту работу, то есть создать для вас такой обучающий материал, то, естественно, я стала искать какую-то информацию, информацию в интернете. Вот по пластинам информации не нашла. Много было фото, много было каких-то мастер-классов по бусинам и прочей бижутерии. Но мне это нужно было не это. Мне нужны были именно роговые пластины. Тогда я начала ходить и искать какие-то работы уже именно из роговых пластин. Ходила на Блошиный рынок и не один день. У нас Блошиный рынок по воскресеньям. Так вот, я, наверное, три или четыре воскресенья подряд приезжала раньше в Ростов на два часа, чтобы попасть на этот рынок, поискать работы вот именно настоящие роговые пластины. Чтобы вас произвести, да? Да. Их было очень мало, но мне-то надо было рассмотреть, посмотреть, вспомнить, потому что в моей памяти была роговая пластина именно вот такого варианта. Вы знаете, сколько я нашла различных вариантов. Это были какие-то шкатулочки, это были вот у ножей вот рукоятки, да? И я держала каждую работу, я ее рассматривала, я ее трогала, потому что купить, извините, нож за 25 тысяч я не могла, у которого рукоятка из кости, или за полторы тысячи вот такую маленькую шкатулочку, совсем малюсенькую. И мне приходилось смотреть, рассматривать, и уже потом приходить и на память все это воспроизводить в студии. Итак, что мы с вами научимся делать в данной программе обучающей? Во-первых, это имитация роговой пластины, и вторая имитация, у нас две имитации в этой программе, имитация металла. То есть две имитации в одном материале. Обратите внимание на прокрашивание. От того, какие краски вы возьмете, по-разному будет смотреться и ваша роговая пластина. Я вот сейчас достану вторую работу. Немножко разные, разные оттенки. Так вот, когда я все это рассматривала, да, и такие оттенки были, и такие, и полированные, и не полированные, но от того, как вы возьмете какую краску, вы можете взять темнее, светлее, разные оттенки, вы получите разные работы. Что значит роговая? Вот спрашивает, роговая пластина. Это из рога. То есть, это дело из рога оленей, буйволов, допустим, даже лоси. То есть, вот эти, как вот, рога. Да, рога. Делают же из бивни, например, да, из слоновой кости. Так вот, делают и роговые пластины, вот такие, да. И вот здесь, когда я создавала эту работу, вот если Наташа поближе, камеру покажет, зависит немножко, да. Если вам видно, обратите внимание, фактура пластин, вот эта слоистость, которая на натуральных рогах присутствует, да, вот кто видел, олени рога, рога, да, 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 вот эта вот слоистость, вот эта годовая, или как, как на деревьях бывают эти годовые кольца, так вот эти наслоения, их тоже ж надо было как-то сымитировать. рог каждый год, да, 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 и вот эти наслоения, они тоже здесь должны были быть воспроизведены. Вообще, откуда такая идея в моей жизни появилась? Я видела изделия в своем детстве, и мне хотелось воспроизвести именно этот вариант. Вариантов множество, но вот именно этот вариант, то есть вы можете потом просто менять краски и получать какие-то другие оттенки, и это будет совершенно по-другому смотреться, но именно этот вариант мне хотелось воспроизвести вот то, что было в моей памяти, и я считаю, что мне это удалось. Итак, прокрашивание – это всего лишь тоже игра красками, но ими же тоже надо играть правильно. Вот эта растушевка, правильный подбор, как все это правильно нанести. Когда мы говорим об имитации металла, тоже, как сделать таким образом, чтобы создать эффект какой-то, например, полоски или настоящие эмблемы, или вот, вот, казалось бы, когда-то в свое время это был очень востребованный материал, и из него делали не только какие-то шкатулочки, не только табакерочки там или рукоятки для ножей, делались еще и украшения, какие-то гребни, какие-то фигурочки. Вот у меня даже есть идея, когда я вот это дело освоила, то мне захотелось сделать себе украшения, обязательно сделаю медальон с имитацией, конечно, обязательно сделаю медальон, сделаю браслет, и вот мне просто захотелось вот вернуться в те воспоминания детские и тоже иметь такие же украшения. Когда я принесла эту шкатулку в студию, да, и показала Лёле, помнишь, тоже, она смотрела, смотрела, я говорю, Лёля, ну вот угадай, вот как ты думаешь, как я это сделала? Вы знаете, не угадала. Ну, как-то так получилось, что, ну, не угадала. Не угадала. Она свой путь, да, да, у неё совсем другой путь, но тоже был путь создания. Да, да, она начала рассказывать свои шаги, когда она это имитировала. Да, да, да. Ну что ж, это было, конечно, интересно, это было приятно, когда мастер тоже начинает задумываться, и, в общем-то, интрига, это было очень интересно. Значит, смотрите, ещё здесь, что хотелось бы мне показать, и в чём, в общем-то, вас, наверное, убедить, что как важно различные техники применять так, чтобы они не смотрелись отдельно. То есть каждая техника должна быть на своём месте, но при этом должна быть невидима. Всегда говорю такую фразу, самый лучший макияж на женщине тот макияж, который мы не видим. Естественный. Да, так же в наших работах. Мы делаем какие-то состаренные, мы делаем какие-то крикелюры, мы делаем протёртости, но они не должны смотреться, что вот как просто акцент, да, вот мы это составили, мы так сделали. Это должно быть, да, это должно быть в общей гармонии со всей работой. Патинирование, тоже очень интересным способом, без патинирующих средств. Внутренняя обработка, которую часто многие, ну, как сказать, наверное, не обращают внимание на то, что это тоже должно соответствовать и быть в полной гармонии с основной работой. Да, вот такие вот шкатулочки, вот такая обучающая программа у меня для тех, кто хочет расти, осваивать новые имитации и делать работы коллекционными, такими роскошными, добротными. И, как сказала Лёля, когда она увидела эту шкатулку, она сказала, такой джентльменский вариант. Я не знаю, почему у неё родилась такая ассоциация. Да, она сказала, почему так. Говорит, у меня ассоциация – это Лондон и джентльмен. Да, джентльменский клуб и так далее. Ну что ж, возможно и так, потому что вы же видите, что эта работа не вычурная, но при этом дорогая. Да, она сдержанная, но при том ещё и добротная. Вот, например, Нина говорит, у меня портсигар из рога. Вот, интересно, какой отец. Мужской аксессуар такой. Портсигары, почему, шкатулочки я видела, табакерочки я видела эти ложки, расчёски, гребни. Да, то есть всё это когда-то делалось. Сейчас это стоит довольно дорого. Сейчас это в магазинах вряд ли можно найти, разве что только на блошинных рынках. Так что для тех, кто хочет всё-таки привнести коллекционную роскошь в свой быт, в свой дом, я думаю, это заинтересует работа. То есть работа не для широких, не для широких каких-то таких использований. То есть стену вы ей не покроете, но утончённые добротные работы, очень джентльмитские, аристократичные вы можете делать. Так, ну что, высохнут? Да. Всё, продолжим. За это время мне успела, Люлечка, подсушить работы. Так, ну что нам осталось? А нам надо... Вот это очень важно. Да, да, да. Нам надо закончить хотя бы одну работу. Да, объединить. Как объединить? Ты сказала, что... Вот здесь у меня немножко запачкалась краска. Видно, да? Да, да, да. Я беру и просто вытираю то, что мне показалось ненужным и грязным. Так, шкурочка. С помощью шкурки мы сейчас составим нашу работу ещё больше. Так, где-то я держала шкурку. Да, пожалуйста, есть, да? Куда-то я сводить. А вот, вот, нашла уже. Нашла. Всё, нашла. Значит, смотрите. Вот эти наши трафаретики, которые мы с вами нанесли сами вместе. Вот трафарет, который я наносила в домашних условиях и уже его протёрла, то есть состарила, сделала его подходящим вот старый пантик. А здесь-то у нас всё свеженькое. Давайте шкурочкой пройдёмся и убираем вот эту слишком большую яркость наших красок. Ну да. Не переусердствуйте, да. Очень красная. Да, 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 да. Просто убираем вот свежесть и новизну красок. Делаем более протёртой. Опять-таки, не забывайте, что мы будем ещё состаривать, так как слишком у нас светлые и чистые краски. Это неестественно для старого пантика. мы будем приближать вот к такой вот вариации. Так, протёрли. Очень люблю состаривать вот такие работы в этом стиле. Ещё и протирая... Вы видите, да? Да, да, да. Честно скажем, у нас для таких дел в студии есть специальная шлифовальная машина. Мы делаем это в более комфортных условиях, аккуратненько, но так как нам приходится работать здесь, шлифовалку мы с собой не привезли, но протёртости сделать можем. И на крышечке мы сделаем то же самое. И вот на постаменте. Ещё мы потрем бачка. Алёна спрашивает, Галина, скажите, каким стайлаком пользуетесь? Они, как-то, все очень разные. Да, они очень разные. Значит, АФ... Запоминайте номера, да? АФ 7290 и АФ 7220. Это глянцевый и матовый лак. Матовый 7220. Вот, Еленочка, по подсказке, Екимова, 7220, АФ. АФ, да. АФ 7220 и АФ 7290. Вот это два варианта, которые мы подобрали для своих работ, и нам очень нравится, и комфортно, и они выдерживают все наши испытания. Испытания, и галлюры, и битумы, и лак. Да, да, да. И сочетаются, и совместимы со всеми красками, лаками, на что мы только его... Посмотрите, как мы состариваем, совсем под рукой начинает играть шкатулочка, да? Просто, что... И здесь вот уголки... Всего лишь такой маленький нюанс, потерли шкуркой, но посмотрите, как она объединилась, как она уже, как бы, ну, не такое, знаете, протираем до дерева, Галина спрашивает. До дерева, практически до дерева. Дерево же оно как раз натуральное, оно имеет такой светлый цвет, но не белый, очень естественно и приятно смотрится, да. Вот почему, когда мы... Когда я знаю, что я буду протирать работу, я стараюсь ее не грунтовать белой краской. Либо я грунтую клеем ПВА, чтобы сохранить этот естественный цвет, либо лаком. Если бы я сейчас загрунтовала белым цветом, и сейчас начала продирать вот это дерево, эта березна бы где-то все равно выплыла, и было бы неаккуратно, некрасиво, совершенно не в тему. Так. Классно получается, здорово. Всего лишь такой нюанс. Да, еще по уголочкам бы хорошо. Да, в домашних условиях, когда вы никуда не торопитесь, вы можете на это уделить гораздо больше времени и аккуратнее это сделать, и побольше, и получше. То есть все эти уголочки, ну, тоже надо как-то составить. Проработать побольше, скажем так, да? Вот эти уголки, ребрышки. Боже мой, какая прелесть. Всего лишь такой нюанс, который все объединять начинает. Да, 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 да. Вот здесь. То есть вот все это хорошо проработайте. Для этого нужна довольно жесткая шкурочка. Вот Татьяна пишет, смотри, вот не поверите. Я всегда себя за эти потертости ругала. Теперь знаю, что это вариант состаривания. Конечно. Это и есть кантри-стиль, который вот у Галли, он настолько вообще классный. просто потрясающий. Вот когда на него смотришь, работа настолько согласованная. Я просто всегда балдею от этих работ. Не знаю, нравятся они. Так, ну вы поняли идею. Да, конечно, хочется протереть побольше. Вот этой шкуркой трудновато это делать, я иначе буду тереть еще часа-полтора. Но это возможно. Давайте, наверное, все-таки перейдем к следующим работам. Так, ну общий вид вы примерно поняли, да? Уже что-то преображается, вы видите, да? И не забывайте, что у нас будет вот такая красивая бирочка, которая еще больше развеселит нашу работу. Развеселит, сделает ее вообще, вообще просто классной. Так, пока убираем в сторону. Значит, смотрите, а что здесь? Вот здесь мы сделали две картиночки, просто сделаны они в фотошопе, уже готовые. Я потом пожалела, надо было сделать четыре стороны, но я просто забыла, как-то не подумала. Вот я не знаю, почему это с головы вылетело, думаю, две хватит. Здесь-то нам придется теперь докрашивать красками. Ну что ж, возможно, это даже проще. Просто возьмем краску. Вопрос вот очень важный. Нина спрашивает. Краска не сильно впиталась. Почему? Лак был вот здесь. Куда не сильно впиталась? Ну я так понимаю, когда мы терли. Лака там не было. Ну вот здесь-то лакировала, по-моему, да? Да, один раз лакировала. Желтый, желтый цвет. А здесь, нет, здесь не лакировала. То есть и по лакированной немножечко Галя прошла. Немножечко, да, но по лакированной сложнее, поэтому я говорю, что нужно больше времени, и пожестче нужна шкурка. Светлана Торопова нам пишет. Галина, балдеет ваших работ. Я тоже со Светланой. Светочка, привет. Да, со Светланой согласна. Они всегда настолько согласованы, настолько объединены, вот вообще. Угу, классно. Так, ну что, где-то здесь была у меня уже куда-то, мне нужна кисточка симпатическая. Нет, большая. Большая точка была. Бегула, то есть восьмой номер. А это тоже, кстати, мое. Так, ну что, взяла красные краски. Посмотрите, практически совпадает по цвету. Не сложно, все очень просто. Прокрашу и все. Но, опять-таки, чтобы это не было слишком красным, чтобы это не было слишком однородным, ее же тоже надо развеселить. Поэтому для такой шкатулочки конфетной я тоже приготовила бирочки. Ну, двух вариантов, я даже не знаю, какой из них лучше подойдет. Будем вместе с вами думать. Чуть-чуть и так бочком покажи. То есть у нас, получается, мы одну картинку наклеили, а другую, получается, восстанавливаем этот фон. Красный. На самом деле можно было восстановить. Просто накрасить, да. Просто покрасить красный, да, фон. А бирочки, например, сделать красным, да, вот как здесь Галя придумала бирочку. Вот это можно было вот здесь сделать. Дело в том, что такие бирочки, вот я тебя попрошу, Наташ, найдешь здесь, картинка вот именно красной маке, помнишь, вот эти маленькие бирочки, вот такой. А, вот. Не-не-не-не, вот такой должен быть картинка. Сейчас, что-то. Вот здесь. Все, все, все. Обычно. И здесь. Так, все, я пока продолжаю красить. Ну, это очень быстренько. Одна сторона у меня прокрашена. О, девчонки пишут, гармонично. Я тоже балдею. Шикарные шкатулки, да. Полностью согласна. Вот, и во всех шкатулочках, во всех трех, потому что у меня еще третий лежит, который я хочу вам показать, во всех трех я обязательно добавляю вот этот цвет шоколадной конфетки. Да. Да. Да, это да. Вот только ради этого. То есть, вообще, если вы хотите, вы можете прокрашивать любым другим цветом, который вам нравится. Но у меня была такая идея, и мне хотелось вот ее вам показать. Вот там где-то. Там где-то, да? Я поищу. Ну, я поищу. Бирочки потерялись, но где-то здесь. Где-то... У нас всегда что-то теряли. Приделы внимания, да? Приделы обдох. Да. Да. Вроде готовимся, готовимся. Все раскладываем, раскладываем. Потом раз, в какой-то момент. Оп, а этого не хватает. Так бывает. Шикарные шкатулки. Спасибо большое, девочки. Мы очень рады, что вам нравится. Я вот сейчас тоже докрашу шкатулочку. Потом пройдусь коричневой красочкой по стаменту и по крышечке по бокам. Да-да-да, вот это. Если можно, покажешь сейчас, да? Я вот здесь почему-то и видела, в этой красивой книге. У нас Кира от нее все время балдеет. Мы ей как работу какую не покажем, она нет. Книга красивая. Галина книга лучше. Говорит, Галина книга лучше. Мы говорим, мы поняли. Кира, все, вопросов нет. Вот они, да? Это бирочки приготовила. Да, то есть это всего лишь часть самого фантика. О, классная идея, Нина говорит. А можно на бирочку натуральный фантик приклеить? Можно, а почему? Конечно, можно. Классно. Я, может быть, даже могу взять и вот... Вот он, да, кстати, памятник. Но тут, правда, цвет немножко красный разница. Красные цвета, потому что все это через компьютер прошло. Да, какая разница? Итак, да. Значит, смотрите. Это я сделала. Вот это мне надо... Забыла, мы сушили? Нет, я не подсушила. Сейчас я попробую. Давай, если чего, тогда подсушим вот с этим. Нет, сейчас я посмотрю, насколько у меня будет сейчас убираться. Наталья спрашивает, какие у вас краски, какой фирмы? А вот это, знаете, вот это не особо главный вопрос. Лично у меня краски многих фирм, я очень люблю краски плейт, но при этом пользуюсь и Таиром, я пользуюсь Лададой, я пользуюсь красками Мастер-класса, я пользуюсь Деколой, я пользуюсь Аквакалором. Какие-то чуть получше, какие-то чуть похуже. Но я никогда не говорю так, что эти краски плохие не берите. Всеми красками можно работать, всеми. У Гали каких-то нет, да, она все использует. Даже для детского творчества беру в детском магазине, вот когда вот на скорую руку надо, да, рядом магазин книжный, а там отдел для детского творчества. Туда бегу и беру то, что мне нужно. Галя говорит, мастерство – это когда ты умеешь использовать все, что угодно, а не когда ты ограничиваешься только вот только этой краской, и вот ты больше никакой не можешь работать. Я так говорила? Да, так говорила. Спасибо, Наташа, хорошо я сказала. Главное, правильно. Нет, ну это действительно так, да, это действительно так. Мы все это понимаем, не только Галя, и Наташа, и Лёля, и вы все это понимаете, да, что если вы научились работать любым материалом, который у вас есть, то, в общем-то, это 90% вашего успеха. Потому что вот, например, у нас проблема с битумом, да, многие не могут его заказать, он дорогой, и этот Галя Худ и решает эту проблему, говорит, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста, строительный битум. Кузбасслак. Да, пожалуйста. Это да, они не пользовались в студии Кузбасслаком. Теперь мы все вместе пользуемся. Только Галя нам привнесла эту идею. Ну, я думаю, что в любом случае мы бы все все равно пришли к этому, потому что оно дешевле, оно удобнее и доступно везде. Если за петумом надо идти в определенный магазин, то Кузбасслак мы можем купить в любом строительном отделе. И цена пол-литра 55 рублей. Значит, смотрите, вот здесь для того, чтобы убыстрить свою работу, да, я не лакировала, помните, да, я наклеила, высушила, поэтому я здесь, о, сказала я и тут же испачкала. Давай, давай, давай. Вот здесь вот как раз и надо мне работать аккуратнее, так как поверхность не лакирована. Давай быстро же лакировала. Да ладно, я сейчас уже начала работать. Все, ну, это лишние 10 минут, а мне хочется все-таки сделать. Итак, значит, смотрите, вот эту шоколадочку мы воспроизводим и на второй шкатулочке. Да. Так, Галина говорит. Так, а бирочки по форме конфеток, Татьяна спрашивала. Вы знаете, если бы были, это было бы здорово. К сожалению, у меня нет бирочек по форме конфеток, поэтому я буду делать такие, какие у меня есть. Вот, знаете, вот, ну, любые, вот, какие. Не принципиально. Нет, абсолютно не принципиально, но идея очень интересная, очень интересная. Мне, честно говоря, даже в голову не пришло, я-то исходила из того, какие у меня бирки есть. Ну, да. Да, поэтому я даже не вспомнила о том, что бирки могут быть еще и другого какого-то, другой формы, например, конфетной. А это вообще отличная идея. Ирина спрашивает, Галя, а где можно приобрести имка чайных домиков с петушком? Так, у нас эти чайные домики были. Ну, этот вопрос в личку, Галя, напишите. Так, он нам пишет, спасибо большое вам, Галочка, в следующий раз можно сделать шары с этикетками из кимо и пломбира. Боже, какая прелесть! Ой, как, вот чем хороши такие наши встречи, да, вот... Обновления такое, да? Да, 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 что вот эти идеи рождаются буквально вот на ходу. Вспоминаются и пломбиры, да? Они тоже были другие, они тоже были любимые. Класс. Где можно приобрести такие заготовки? Ребят, ну, эта заготовка делает у нас Лёлин папа в студии, они из сосны, поэтому заходите, смотрите. У нас есть альбомы, где можно это посмотреть. Я люблю такие заготовки, с ними очень удобно работать. Галя как раз их, да, и он заказывает. Она говорит, сделайте мне вот именно вот такие, как конфетки. Я заказываю в основном вот такие работы. Всегда говорю, что не надо вот мне вот усложнять какую-то заготовку, я усложню её сама. Да, это правда. Да, я это люблю, мне это нравится. Классно. Так. Кстати, вот эта идея насчёт конфеток, да? Правда, что вот такая заготовка, и внутри её конфетки положить, ведь это интересно, да? А если они ещё совпадают, да, с самоназванием конфет-панте? Знаете, вот такая красивая коробочка, там ещё такие же конфеты, как будто специально под эти конфеты кто-то на фабрике делал эти коробочки, да? Это получается такой... Под заказ, эксклюзивный такой, да? Загатый вариант конфетной коробки. Так, ну что, давайте ещё и здесь сделаем, и пока будет сок, перейдём к третьей шкатулочке. Так, Маша, у неё вопрос жизни и смерти. Заготовка из фанеры толщиной 4 мм. Чем лучше грунтовать? Вот вопрос жизни и смерти. Четыре миллиметра. Ой, четыре миллиметра можно грунтовать, чем хотите. Хотите грунтом, хотите краской, хотите клеем ПВА, хотите лаком. Вот четыре миллиметра, грунтуйте, чем хотите. Я грунтую, по крайней мере, всеми этими четырьмя способами. Смотри, Наталья очень хороший вопрос задаёт. Она спрашивает. Скажите, а вот... Ой, скаканул чат сейчас. По поводу натуральности материалов. Мы кладём в них конфеты. Сейчас найду. Немножко чат двигается, не успела прочитать. Так, значит, безопасны ли эти материалы, лак на водной основе, краски с соседству с продуктами, печеньями, пряниками? Действительно ли это возможно, чтобы можно было класть туда вот конфетки и всё остальное? Отличный вопрос. Значит, да, объясняю, потому что уже не один раз мы с этим сталкивались. Вопрос этот нам задают постоянно. Итак, так как я сейчас делаю коробочки для конфет практически, да, там я буду класть конфетки, то я использую краску внутри и лакирую тоже внутри. Либо докупажную карту, потом тоже её лакирую. Так и я учитываю, что у меня конфетки будут лежать в фантиках, да. А как бы то ни было, наши краски и лаки, они всё-таки на водной основе. Но когда мы кладём какой-то открытый продукт, например, кофе, сахар, соль, печенье, пряники, которые открыты, вот тут лично я делаю морение естественными продуктами. Это морение крепко заваренным кофе, морение крепко заваренным чаем. И я потом не лакирую. У меня тоже задавали такой вопрос. Вы проморили, а чем лакировать? А не надо. Прекрасная защита вот это морение. Ничего там такого не происходит. Ничего не портит. О морение именно кофе, да? Кофе, кофе, чай, да. Да, вот именно такие натуральные продукты. Если вы будете держать открытые продукты, то я... Особенно вот такое дерево красивое. Ну, посмотрите, сосна шикарная. То есть просто чаем... Лакировать не надо такие вещи. А вот когда у вас закрытые какие-то конфетки в пантиках, там, игрушечки какие-то вы кладёте или... То есть это можно? Да, это можно лакировать. Ну, вопрос, да, его часто очень задают, потому что многие делают короба для сыпучих, да? Да, 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 да. Как обрабатывать внутри? Ну, я тебе скажу так, что вот сайрлак у нас проверенный, на самом деле. Ну, если сайрлаком, да, даже детскую мебель покрывают. То есть мы им покрываем внутренние части, я кладу... У меня короба есть и сахар, и хлеб. Шикарно. Я пока жива, со мной ничего не случилось. Ни запаха никакого они не принимают. Да, вообще ничего. То есть это зависит от лака. Если классный лак, качественный, хороший, дорогой, то как бы... Значит, смотрите, что у нас получается. Я прокрасила. Внутри, но опять-таки я буду делать это, наверное, не здесь, не на вебинаре, дома. Внутри и донышко я буду прокрашивать тоже под цвет шоколада. Вот здесь мне хочется поддержать вот эту идею шоколада. Так, хотела сейчас взять и примерно показать, как это будет получаться. Значит, смотрите. Вот такой у нас получается коробок. Давай чуть-чуть подсушим его, давай. Обязательно подсушим. Он немножко мокренький. Мы сейчас на секундочку, минутки на три посушим, да? Да, давай мы посушим. Мне надо же лакировать. Да. Сейчас мы его... Что-то у нас получается. Да. Сушили? Да. Натушили чуть-чуть. Ладно, да. Да, значит, нам осталось теперь только... А, уже это, я смотри, извиняюсь. Значит, точные звуки? Да, да. Все. Немножко подсушили. Надо будет снова протереть бачка и потом залакировать работу, чтобы приступить к медиуму. Чтобы приступить к составу. Я вам обещала показать, что в моих коробочках находится, да? Да, то есть у нас вот эта коробочка. Конечно. Вот коробочка. Вот коробочка. Да. Но в эту коробочку, понятно, в эту коробочку я буду класть любимые конфетки моих деток. Понятно, да, что в эту коробочку я положу вот эти конфеты. Да? Это само собой. Вот. Но это же не единственный вариант. Вот в этой коробке я обещала, что я вам открою ее и покажу, что же у меня там лежит. Здесь у меня вот такой шарик. Правильно? По-моему, Евгений вспоминал, да, что в прошлом году у меня была работа тоже вот с такими фантиками. Вот здесь вот настоящий фантик. То есть здесь уже не какие-то макеты. Я просто брала конфету, разворачивала ее, фантик использовала. Хорошо, конечно, когда у нас можно вот на фантике, да, вот как на этой конфетке, можно петушка вырезать и приклеить. Это хорошо. То есть мы создали какой-то общий фон и приклеили петушка. Но вот здесь я специально, видите, оставила кусок фантика, чтобы вам было... Отсвечивает, да? Чтобы вам было видно, что это настоящий фантик. Я даже не стала убирать слова, а приклеила именно часть фантика, да? Вот. Вот такой комплект. Я думаю, он будет очень интересен. Вы можете, да, положить сюда и конфеты, но вы можете положить сюда и шарик. Вот. Теперь я хочу вот вспомнить те любимые шарики, которые я делала в том году, которые делались тоже из фантика. Сейчас я сниму вот еще вот этот шарик, да? Сейчас, секундочку. Значит, смотрите, вот они, конфеты Аленка и Мишка на севере, да? Я хочется скушать. Вот год назад, я буквально последний год поймала, когда можно было купить еще эти конфеты. Все, в этом году их найти не могу, поэтому не смогла, ну не стала даже делать. Но у нас здесь макеты. Давай скажем, что у нас макеты. Здесь прилагаются к мастер-классу. А, прилагаются, да, они прилагаются. Аленка, да, то есть если фантиков нет, вы либо находите их сами, если хотите, в интернете, либо берете наши макеты, которые присутствуют при этом уже в учащем материале. И вот такая конфетка Аленка, тоже всеми любимая, которая идет с нами тоже сколько уже десятилетий, мы помним ее с детства, и шоколады Аленка, и конфетки Аленка. То есть это фантик, это не распечатка где-то в фотоцентре. Я просто взяла, развернула конфетку, взяла фантик. Но в чем идея именно этих шариков? Помните, мы с вами вот на этой шкатулочке сейчас воспроизводили рисунок, да? Но хорошо, что здесь было схематично, мы могли использовать какой-то трафарет. А вот представьте, например, вот такой фантик, у которого сложный фон, трафаретом его не воспроизведешь, его надо было как-то воссоздать. Так вот, в этом мастер-классе, кстати, этот мастер-класс чем хорош? Там два шарика, а значит два варианта воссоздания фона. Здесь подрисовка. То есть вот здесь только вот тут картинка. Вот если вы увидите, где здесь подрисовано, то вот она картинка, все остальное. То есть здесь практически только мишка и кусочек льда. Да, то есть вот что поместилось наклеить на... Все остальное подрисовка. То есть здесь подрисовка картинки, здесь подрисовка фона. Это художникам надо. Это ты мне говорила перед тем, как увидеть, как это делается. Художникам быть не надо, потому что здесь даже не использовалась кисть. Вот если Зоечка Меркулова сейчас в чате, она вам подтвердит, потому что мы с ней вместе недавно на уроке делали вот такую подрисовку. И тоже, когда она увидела, сказала, боже мой, а что так можно делать? Конечно, Зоя, ты помнишь, да? Вот. И здесь то же самое. Без кисточек. Не имея никакого художественного образования. Я ведь тоже не художник. Но мы делаем вот такое воссоздание полной картинки. Ребята, это настолько просто. То есть когда Галя это показала, я просто тоже не умею рисовать и никогда не берусь с красками подрисовку. Это оказалось так просто. Я говорю, Галя, а что так просто? Я даже обиделась. Я тут старалась, старалась, два часа что-то рассказывала, показывала. Да, еще раз повторюсь, не надо быть художником. Абсолютно. Кисточки даже не использовались. Вот подрисовка картинки и подрисовка сложного фона. Интересно, как мы нашли инструмент, которым это делали. Да, это делалось не кисточкой. Еще раз повторюсь, кисточки здесь вообще не используются. Только для того, чтобы нанести лак поверху и помоем. Представляете, такими игрушками вешана елка. А если вы положите их в коробочки ваши, они же так замечательно умещаются в ваших коробочках. Какой подарок замечательный, да? Это первое. Вот еще, да, например, вот такой фантик. О, мишка косолавая. То есть все любимое, все возможно, все можно сделать, если у вас есть желание и любимые конфеты. Еще хотела бы познакомить вас с новым шариком. Ну, конечно, в этом году мы решили, что мы будем... Шарики, так, шарики. Это мой новый шарик, мой новый обучающий материал. Их даже у меня два. Это новогодний шарик Эсмеральда. О, какая классическая. Да, главная задача какая была? Вот давно волновал вопрос. Хотелось на шариках делать объемные элементы. Но одно дело, мы рисуем что-то конкуром, да? Очень трудно приспособить какой-то трафаретик. Ну, если маленький, то можно. А вот такие объемные элементы, но чтобы при этом пластично и гибко легли на сферическую поверхность. Как вот, как на шарик положить, понимаете, объемные элементы? Это, во-первых. Во-вторых, еще один вариант имитации металла. То есть их столько этих вариантов. Это еще один вариант. Но здесь самое классное, это то, что Галя придумала рецепт, создание вот этого элемента. Нет, Наташа, немножко неправильно. Я не придумала его, я его нашла. И нашла я его давно, несколько лет назад. Но я не поверила в его действенность. Настолько это было просто. Я думаю, да не может этого быть. Ерунда какая-то. Даже пробовать не стала. Но когда вот прошло 4 года, это было 4 года назад, когда я нашла этот рецепт, но когда я в этом году вспомнила, думаю, ну дай-ка попробую. Ну ведь говорили же когда-то. И я решила поэкспериментировать. Вы знаете, получилось. Из таких простейших материалов я не ожидала. Получилось. И получилось здорово и легко. И я поняла, что работает. Вот зря я не доверяла. То есть действительно можно создать элемент, который будет гибкий и облегать круглую поверхность. То есть это бутылки, шарики. Можно делать еще более мелкую какую-то сферу. Правильно? Ты говоришь, шарики, а как бутылки мы часто декорируем. Вопрос все время, что оно из-за уровня. Какие-то теоретические поверхности. Да, все это можно делать. И еще. О, Дарья пишет, купила этот МК. Супер, спасибо, Дарья. Спасибо, Даша, спасибо огромное. А понравилось вам, как мы там прокрашивали? О, какое-то прикольное. Вот это была игра. Мы игрались, мы веселились, как дети, потому что нашли интересный способ окрашивания. Перетекания цвета. Перетекания вот этого цвета. Ну, Даша знает. Да, перетекания вот такого цвета. Вы видите, здесь какой-то голубоватый, желтоватый, зеленоватый. То есть насколько камера передает, это реально создано таким способом. И когда его посмотрите, вы просто будете хохотать вместе с нами. Да, мы тогда тоже смеялись, веселились, потому что мы, ну, просто наслаждались процессом окрашивания. Причем делался он очень быстро, да? Единственное, что элементы вот эти, да, они, ну, их надо сделать заранее. А сам процесс создания шарика, ну, часа полтора-два занял у нас, да? Когда мы делали. Да, да, шарики быстро достаточно делали, да. Вот такие шарики у нас. Открыла я вам тайну, что можно положить в такие замечательные коробочки. Светлана говорит. Эсмеральду купила, класс. Теперь хочу знатную даму. Отлично. А, знатная дама есть у нас, будет у нас и знатная дама. Так, на чем мы остановились? Я купила, купила, супер, да. Значит, давайте, пока у меня еще просыхает шкатулочка с красными маками, я обещала вам показать, как делается патинирование с помощью медиума, да? Потому что у многих это, ну, как сказать, вызывает некоторый вопрос. Некоторое такое, как это делать? Да, как это, хотя, казалось бы, материал очень доступный, легкий в использовании, но я не знаю почему, но действительно многие побаиваются, боятся браться за битум, боятся браться за битумный воск. Так вот, я еще раз вам повторюсь, если вы хотите вот начать, еще не пробовали, очень рекомендую начинать с медиумов. Медиум – это так называемая водная патина, он на водной основе, легко смывается водой, если вдруг у вас что-то не получилось, легко растушевывается даже пальчиками, поэтому вот кто новичок, начинайте с медиума, ну, а кто уже умеет им пользоваться, ну, я думаю, понимают, каковы его преимущества. Вопрос очень важный, Галина говорит, а шары из чего, какие шары? Да любые, можно пластиковые. Можно стеклянные, да, можно пенопластовые, можно старый некрасивый шарик, который у вас был раньше, да, который уже на елке висел. Итак, медиум. Вот, Дарья, мама говорит, до трех часов ночи сидела, смотрела мастер-класс, не могла оторваться, два раза смотрела, ничего себе. Мне сегодня писали в личку, что и три раза смотрели. Вот это мы там, значит, покурлисили. Круто. Значит, смотрите, медиум. Для того, чтобы работать медиумом, я всегда беру жесткую кисточку. Видите, щетинные кисточки, не синтетика, она жесткая. Размер кисточки не более одного сантиметра в полотне, даже можно меньше. Просто я схватила вот такую, ну ладно, попробуем. Итак, медиум бывает разных цветов. Я предпочитаю брать коричневый, вот такого оттенка. У меня фирма Плейт, номер 819. Но, если другие фирмы, то есть особо-то не заморачивайтесь, просто ищите медиум. Если вы найдете прозрачный, будет еще лучше. В бесцветный медиум вы можете добавить любую краску и сделать медиум того цвета, который вам нужен. Итак, взяли немножко медиума. Хорошо отбили кисточку до полусухого состояния. И теперь очень легко начинаете вот так вот кисточкой грязнить. Вы видите, да, как легко и мягко ложится медиум. А я всего лишь повозила кисточкой. Все, я прошлась. Так как у нас работа старая, естественно, у нас что? Пачкаются уголки, пачкаются краешки. На уголках я чуть побольше прохожусь. Посмотрите, как мягко он ложится, без всяких проблем. Если вдруг вам что-то не понравилось, где-то неправильно наложили, вы можете взять влажную салфетку и стереть. Он легко стирается. Либо, если вы сделали грубо, например, вот так вот, да, возьмите пальчиком, растушуйте. Вот так всего лишь. Да, это очень легко. Вот так вот пальчиком можно растушеваться? Да, конечно. Поэтому я же говорю, что вот кто начинает, кто боится еще пользоваться битумом или кузбаслаком, очень рекомендую начинать битумом. Ты слишком простой путь показываешь. Берешь пальчиком, вот так вот раз, и все сделал. Этого не может быть. Ну, у меня цель сказать, что простой путь. Ну, кому-то, наверное, это будет важно и интересно. Посмотрите, как классно, минимум сразу. Все. Картинка, все, она согласованная. Посмотрите, сколько секунд у меня на это ушло. Согласованная просто. Хотите вот здесь еще попачкайте, ну, это будет, конечно, может быть и перебор даже убирать. Все, теперь то же самое мы делаем с нашей поверхностью на боках. Во-первых, обязательно проходимся по углублениям. Вы видите, где у нас углубления? Сейчас поверну немножко к себе. То есть состаривание, да, те места, где у нас чаще всего с течением времени собирается пыль, грязь, вот какое-то вот видите, да? То есть очень, как здесь, никак, еще никак. И как вот здесь, все, уже время, уже история, да? Очень классно. Всего лишь простое действие. То есть по всей боковиночке обязательно уголочки. Уголочки, вот посмотрите, как легко и быстро. Движение кисти, все, мы состариваем работу. Оксана очень важный вопрос задает. Она говорит, а медиум, когда покрываешь лаком, он не смазывается? Нет, он не смажется, но да, дать время ему высохнуть. Он же замедлился. Конечно. Значит, что такое медиум? Вот я не сказала самого главного. Это нечто среднее между краской и лаком, или как сказать? То есть это средство, как полупрозрачная краска медленного застывания. Да, медленного. Вот как-то так, да. Она застывает медленнее, чем краска в несколько раз. Поэтому время... Время надо дать, чтобы высохло, и потом залакировать, пожалуйста, никуда ничего не девается. Я пользуюсь медиумом уже много-много лет. Ой, Жанна, приобрела Матя-класс по шарикам. Очень просто, очень доступно. Спасибо, Жанна, за обратную связь. Жанна, спасибо, да, это важно. Нам нравится, что вы говорите, что это просто, это действительно можно. То есть это очень важно. Мы стараемся сделать доступным материалом, насколько это возможно. Вот, смотрите, уже один бочок я состарила. Обязательно, когда мы старим верхушечку, тоже, вот уголочки, акцентируйте на них внимание. Боже, вот смотрите, какой элементарный момент вот такой. Галя делает медиумом. Посмотрите, как она вся объединяется, и как она становится вкусная. И действительно время... И как мало медиума надо. Да, совершенно. Я на кончике кисточки забыли, да? То есть, ну, тут вы уже старите до своего уровня, как вам нравится. То есть, у кого какое желание, кто-то больше, кто-то меньше. Вот здесь я переборщила, поэтому немножко уберу. Так, и то же самое не забывайте делать внутри. Углубление. Видно, нет? Да, да, видно. Углубление обязательно состариваем. Уголочки вот эти, все, вы видите? Это все. Серьезно такое простое действие. Конечно, посмотрите. Боже мой, она время. Вы видите, да? Время. Как быстро. Какой приятный, мягкий, коричневый цвет. Когда вы работаете битумом, мне очень нравится работать кузбаслаком. Но тут все-таки нужен навык. Его так вот пальчиком не сотрешь. Нет, он совсем другой. Он другой, да, другой эффект у него немножко. Мне очень нравится. Я обожаю битум. Но, да, вот в этих работах, в таких мягких, таких винтажных. Кантри, кантри, таких работах нет вообще. Нет, сказала Наташа. Вот. То есть поняли. Я не буду отвлекаться на все остальные стороны. Это так красиво. Продолжай, Галя. Да, подделай еще одну сторону. Хорошо. Потому что очень важно, вот посмотрите, как Галя наносит это. Это очень важно. Начинаем с углубления. Где-то много взяла, пальчиком раз растушевала. У нас в группе, в закрытом клубе, да, часто разные темы поднимаются. Вот молодцы наши участники. Они сами поднимают темы, да. Волнующие такие, да. Конечно. И был такой вопрос. Чем вы рисуете? Я пальцами. Я тоже. И пальцами, и ладонями. Чем мы только не рисуем. Ой, классно. Посмотрите, как легко, и посмотрите, с каким нажимом Галя работает с медиумом. Без нажима, скажем так. Без нажима. Еле-еле. Это штрихи. Потому что... Кисточка полусухая, не берите много. Да. Потому что на самом деле с медиумом сложно работать. Нужен навык, ребята. То есть вам, вот, ну, я просто им работала, Галя. Ты так на меня посмотрела, и у меня не получалось так, как у тебя красиво. У меня получалось намного хуже. За счет чего? Может быть, ты много брала медиума? Много медиума. Ага. А я всегда прощаюсь. Я когда увидела, как Галя, она работает полусухой кистью, еле касаясь этим медиумом. Видите, вот так вот, прям как лисичка хвостикала. А эффект все равно есть со старинами. Класс, класс. Так, Галина спрашивает, внутри краска или распечатка внутри? Вот у этой шкатулочки, так, ага, вот у этой шкатулочки распечатка. Покрыта лаком, нет? Еще нет. Нет? Прямо по распечатке, да? Еще нет, потому что, ну, все же на скорую руку, все на ходу. Вообще желательно покрывать лаком. Вот. А здесь, там, где я делала дома, никуда не торопилась, здесь у меня краска коричневого цвета. Если видно, вот такая же шоколадная. То есть воспроизвела эффект такой шоколадки. Класс. Так, всегда начинаю с таких самых больших углублений, потом по ребрышкам, уголочки. То есть вот это те места, которые чаще всего у нас должны быть выделены. Уголки, углубления, ребрышки. Кисточка полусухая, движение не сильно прижимающее. Если что-то где-то лишнего мазнули, легко стирается водой или корректируется пальчиком. Ух ты, Луизинда нам пишет. После просмотра вашего мастер-класса по имитации камня с использованием плинтуса и спинопласта, я решилась на реставровации пианино. Вот это, вот это, да, грандиозно. Только, конечно, имитировала не камень, а дерево. Спасибо вам за идею. Вау, круто. А вот это самое важное, когда вы взяли технику и можете ее использовать во многих направлениях. Поэтому всегда вам напоминаем, когда предлагаем какой-то обучающий материал, да, что не зацикливайтесь на том, что мы сделали какую-то одну вещь. Вы сразу думайте, где эту технику вы можете применить. В чем? Какой медиум? У нас медиум фирмы Played. Номер 819. Played – это старый номер. Сейчас у него, видите, вот 2935. Это новая маркировка. А, да, сейчас они поменяли. Да, сейчас у них поменялась маркировка. Называется вот Medium Antic. Средство Medium Antic. О, подсказывает. 819, да. 819 – это тот, который был изначально, который я обожаю. 819, 817 еще иногда можно использовать. Да, да, да. Два номера, которые мы постоянно используем. Так, внутри не забываем. Да, классно. Немножко сильно мазнуло. Много было, много было, ага, много было на кисточке Medium. Так бывает. Схватила Medium и испачкала. Да, все, взяла салфетку, вытерла излишки. Да, Medium он же медленно застылает. Легко, вот он, да, вытерывается. Супер. Даже если он у вас засох на следующий день, если вы еще не успели залакировать, возьмите мокрой салфеткой, уберите, уберете. То есть он, вот эта его способность медленно застылать, она дает возможность работать с ним. По всем ребрышкам, пожалуйста, да? Супер. Посмотрите на ваших глазах, такие элементарные здесь, которые делают... Буквально, вот посмотрите, какие легкие и быстрые движения, да? Класс. Посмотрите, как здесь еще никак, и как здесь уже состарено, да? Как вообще, просто настолько разница большая. Благодаря этому Medium разница просто разница. А для того он и существует. Если, я еще раз говорю, не нашли вы Medium Play, потому что не во всех же магазинах, не во всех городах, ищите прозрачные медиумы других фирм. Ну, еще как вариант, это просто взять коричневую краску с медиумом, который идет, ну, прозрачный медиум. Да, 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 конечно, я же говорю, что ищите другие фирмы прозрачные, бесцветные, добавляйте любые цвета, которые надо, и получайте медиум нужного вам оттенка. Классно. То есть можно создать не коричневую, а, например, зеленцой, вот как у меня натуральная. Конечно, можно, можно, да. Класс. Вообще супер. Вот этот вот медиум, он, конечно, дал законченность, красоту. Да, 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 это вот именно как финишный такой вариант. Надо дать просохнуть и... Блокеровать. Да, если слишком сильно запачкала, а иногда такое бывает, когда работаешь вечером, увлекся. Все, мы поддержали идею Фантика. Значит, зависло вопрос. Девочки, пожалуйста, ответьте нам, видно нас, слышно нас. Потому что у нас вопрос, зависло ли? У меня тоже зависло. Так. Сейчас я уточню. Ага, Алексей, вот пошло в чате, зависло, зависло, зависло. Так, что нам делать? Обновиться, наверное, надо. Обновиться. Я сейчас проверяю. Перезагрузиться, да? Как бы я не вижу, саму комнату. Обновить в бинарную комнату. Да, саму комнату перезагрузить. Сейчас пробуем. Друзья, не теряйтесь, сейчас мы обязательно вернемся, и Галина Вакуловна продолжит замечательный свой мастер-класс. Я сейчас вижу ваши комментарии, и я думаю, что сейчас все будет хорошо. Ау, нам пишется. Так, снова вас видим, сейчас все проверим. Да. Давайте попросим, у кого прошло зависание, поставьте, пожалуйста, сейчас плюсики. Плюсики, ребята, поставьте нам, видно нас, слышно, нолики стоят. Плюсики, поставьте плюсики, видно ли вас, ребята? Ау, ау, звука нет. Люди, видео нет, ау, звука нет, видео нет. Что делать? Сейчас посмотрим. Висит, висит нам, пишут, висит. Сейчас соберем. Надо перезагрузить, нам подсказываем. Так, ну что делать? Алексей, еще перезагружаем. А на секунду, не переживайте, сейчас я все это уточню. Ага, хорошо, хорошо. Ну я пока тут работаю. Ну что ты пока работаешь? Ну что, еще штуки есть? Да, есть. Обновляюсь, а звука нет. Ага. Так, значит, уже... Секундочку, у нас комната почему-то подвисла, Дима Хангалас шалит, давайте я сейчас пересоздам трансляцию. Давайте, давайте. И пишу вам ссылочку новую на эту номерную комнату. Все, давайте, ВКонтакте ждем. О, плюсик кто-то поставил. Друзья, друзья, мы продолжаем. Сейчас должно до вас докатиться. Я вспомню, что у нас небольшая задержка. Так, секунду. Я думаю, что сейчас наши зрители меня убедят. Проверяю, как сам. Да, все, меня видно, все отлично. Друзья, если у вас все нормально, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я вам сейчас всем принудительно обновлю вебинарную комнату. Давайте не плюсики, а то непонятно, это те, которые зашли... Хорошо, тогда семерочки. Давайте семерочки. Чтобы было понятно, что это ребята, которые видят нас сейчас прямо. Вот, пошли в прикюра, значит, все хорошо. И ждем семерок. Ждем семерочек, ребята. О, семерочки пошли. Ура! Все, мы снова вместе. Ну, чтобы время не терять, я просто прошкурила. Мы знаем, как это делается. Я прошкурила все бачка. Ура, нас видно. Видите, просто прошкурила до дерева, чтобы хоть как-то опять составить работу. Значит, все, что мне останется, покрасить внутри. Покрасить вот эти все внутренние тыльные части. Вот. И мы сейчас посмотрим. Мы хотели с вами пристроить бирочки. Подойдут они сюда или нет? Посмотрите, какая коробочка. Классно. Так, где-то у нас есть были маки. Тем более шашкуривание, да? Да. Вот сейчас я хочу, да, посмотреть, подойдут ли эти бирочки или взять какие-то другие, просто прокрасить их, например, зеленым цветом. Под цвет вот этого фона, да? Угу. Наташа, могу я тебя попросить? Вот здесь вот есть где-то клей. Вот он. Приклей, пожалуйста, бирочку. О, давай. Чтобы у нас, да. Чтобы у нас время не терялось. Процесс у нас шел. То есть на одну коробочку мы бирочку сейчас уже приклеим, вот ту голубую. Да, а где здесь вот, на какую сторону? Все равно или? Да, на любую. У меня их будет две, я потом еще одну сделаю. Клеим как? По серединке вот здесь? Да, 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 да. Вот так, чтобы она попала посередине вот этой полосы. Ага. Клеим на клей-момент, да? Клей-момент. Ага. Гель-момент мне нравится, клей-момент. Так, сейчас буду смотреть. Может быть, мне этот и не понравится вариант. Не перебор, посмотрите, пожалуйста. Ну-ка, ну-ка. Не, не перебор, потому что... Оставить, да? Да, потому что... Ну, давайте спросим. Ребята, вам нравится вот с накладкой маки или оставить без накладки? Да, нужна ли накладка с маками? Может быть, ее надо на бочок положить вот так вот? Мне нравится, что вот она с маками есть. Так, то есть на двух сторонах я готова еще сделать вот такие накладочки. Вот там, где у нас написано слово «конфеты», так и оставляем. Да, что такое «да»? Да, нужно, да? Отлично, все нормально. С маками, с маками, да, 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 с маками. Отлично. Значит, вот только что у меня здесь был мак. Где мой мак? Да, значит, смотрите. Смотрите, в принципе... Да сейчас я не наклею. Чего там уж говорить? Да что ты прям вот это наклею, пожалуйста. Я вот сейчас и наклею. Нужна горизонтально, вертикально на бочках. Горизонтально? Кто-то говорит, да, нужна, нужна. Нужна на бочках. Вертикально или горизонтально? Ну, мне захотелось... Тебе вот так вот вертикально захотелось, да? Ну, как-то вот так, когда... Ну, не знаю. Еще раз смотрим. Ну-ка. Вот. Нази, бочок. Вот так. Чуть-чуть к ним. Вот так. Либо вот так, либо вот так. Ну, мне вот так нравится. Да, вот так, наверное. Мне вот так нравится. На обратную сторону картиночки я смажу опять-таки клеем ПВА. Обратите внимание, что я вот эту маленькую картиночку даже не размачиваю. Потому что вот этот клей ПВА сейчас сам ее размачиваю. Ну да, он так вот. Обратите внимание, Галя ее пошкурила. То есть она, видите... Да, пока мы тут висели... Да, она уже чуть-чуть подшкуренная. То есть видите, вот эти вот красный цвет, он уже не такой укрывистый, и бочка у него, видите, вот такие вот. Так, ну что? Давайте приклеивать. Так, наверное, сделаем. Так, ну что у нас получается? Отлично. Горизонтальна нам рассказала. Ну вот, да, мы, наверное, так и делаем, потому что мне тоже этот вариант понравился больше. Вот, не забывайте, что мы на этой шкатулке тоже пройдемся медиумом. Так, Наташа, могу я тебя попросить вырезать еще одну? Да, конечно. А пока ты вырезаешь, я крышечку медиумом пройдусь. Медиум у нас, вот он. Вот, пока Наташа мне помогает порезать вторую бирочку. И вот, смотри, вот креп его. Наклеишь так же, хорошо? Все, я поработаю с крышечкой и снова возьму медиум. Но на темном, конечно, не так будет видно, ребята. А вот сейчас проверим. А у меня медиум есть еще другого цвета, я сейчас проверю. Убираю излишки с кисточки и начинаю затемнять. Ну, надо ближе показывать. Да. Не видно, давай я вот все-таки приближу. Хорошо. Не видно ничего. Значит, ну здесь надо быть осторожным. Обычно я перед тем, как работать медиумом, всегда говорю, что надо залакировать работу, да? О, хороший вопрос задает Наталья. Она говорит, Вилька, на окрашенную сторону прям клеится, да? Вот этот фантик. Да. Да? То есть он не теряется? Нет. Нет, он же плотный. Он же плотный. Это если бы, да, была салфеточка, конечно, она бы пропускалась сквозь себя нижний фон. Но так как это у нас плотная бумага, прекрасно смотрится, все нормально. Ой, где? Вот он. Видите? Ничего я там белым фоном не проводила, все нормально. Вот некоторые пишут, что агрессивно смотрится красный свет, но дело в том, что мы воспроизводим фантик. Фантик, да. Фантик вот такой агрессивный, да. Да, а фантик маки, красный мак, он сам по себе, тут нет спокойствия. Посмотрите, какой он яркий, агрессивный. Да. Поэтому мы воспроизводим... Мы только воспроизводим фантик тех конфет, которые нам нравятся. Может быть, у вас другие любимые конфеты? Пожалуйста, Мишка на селе. Конечно, конечно. Мишка косолапый, красная шапочка, это такие милые фантики, белочка. Ну вот как-то так мы тоже состариваем работу, видите, уголки состарили. На темной, конечно, это не светлая поверхность, понятно, тут посильный. А все равно, видимо, даже если не светлая, то есть свою роль он играет. Наталья говорит, он не агрессивный, он нарядный красный светлый. Мне тоже он, кажется, нарядный, мне нравится, вообще прелесть. Особенно на зеленой елке. Конечно, да. И вот именно, что на зеленой елке и под елкой везде будет хорошо выглядеть. Здесь уголочки. Он видим, он эффект свой играет, поэтому я считаю, что очень даже подходит, хотя у меня сейчас здесь есть медиум более темного оттенка. Ну, если хотите... Получается, наша задача, вот эти белюсости, да, немножко тоже подошли, да? Не обязательно. Иногда бывает так, что я работаю медиумом, да, а потом еще, когда уже медиум все схватился, высох, я лакирую работу, и если я чувствую, что мне хочется еще больше составить, тогда по всему этому я еще прохожусь наждачкой и вынимаю снова вот этот нижний слой дерева. Это тоже бывает интересно и эффектно. Светлана говорит, красные маки, оно, красные маки на черном фоне, вот, пожалуйста, тоже. Это конфеты, красный мак, нижний городской, нижний городской фабрии. Есть украинские на зеленом фоне такие же маки. Пожалуйста. По-моему, Украина, могу и запутаться. Их несколько вариантов, но наши любимые именно московские, поэтому я взяла вот такие красные маки, именно за счет их яркости. Это же так нарядно. Вот. Немножко работаю, как сказать, на риск, потому что мы не лакировали. Ай, мы не лакировали. Ну, я так, вроде как, уверена немножко в себе, поэтому продолжаем работать. Беру ответственность на себя. Да. Работает прямо по краске. Кстати, посмотрите, дерево просвечивает. Если вам этот эффект не нужен, то вы можете наложить 2-3 слоя краски, чтобы его перекрыть. Я просто сейчас не накладывала, мы доработаем на скорую руку. Значит, так и оставлю. Но вообще в идеале мне это не очень нравится вот сейчас. Что делать? В данном работе, да. Потому что вот на фантике этого быть не должно. Надо наложить 2 или 3 слоя. Ну, я работаю в прямом эфире, поэтому приходится работать. Время экономим. Да, конечно. Так, значит, бачка обязательно проработали. Не забывайте прорабатывать верхушечки. Видите? Вот оно, идет состаривание. Уголки, верхушечки обязательно. Конечно. То есть все это играет свою роль. Все это естественно. Все это, да, должно быть на своих местах. Да. Так, ну что, Наталья говорит, хороший мастер-класс. Еще раз пересмотрю записи. Особенно, когда работает вот с такой именно медиумом материалом. Посмотрите, я не перестаю восхищаться, как он объединяет всю работу и убирает эту новизну только что нанесенной краски, только что нанесенного трафарета. То есть если вы посмотрите вот на вот эту заготовочку, которую, да, Гарда Вариловича, то есть было слишком чисто. Как-то вот, ну знаете, вот белая красочка, красный трафаретик, все так это вот прям по-новому, по-новому. И посмотрите, как здорово, медиум, как бы вот он все. Так, значит, смотрите, я не стала делать до конца, то есть показала на двух сторонах. Ну, вы поняли, как работает медиум, то есть это не первая коробочка. Вот примерно в таком варианте у нас с вами получаются коробки. Одна коробочка, вторая. Сюда положить конфеты. Внутри я покрашу под шоколад. И положу конфеты. И все это выложу под елку своим деточкам. Посмотрите, как это здорово будет. Ой, зимой, деточки будут в восторге. Я думаю, да. Я думаю, да. Пожалуйста, одна коробка. Не убирай, пусть ядышком стоит. Я сейчас еще на третью коробочку показать. Скоренько, так на быструю руку. А, еще на третью. Вот, и еще, я вам обещала показать третью коробку. Она почти готовая, но что в ней особенно интересного? Тоже на зимнюю тему. Это тоже карамельки, мишка на север, но еще более старого варианта. То есть это не шоколадные конфеты, а именно карамель когда-то была такая, да? Цвет, к сожалению, получается синий, хотя на самом деле он бирюзовый. Там можно как-то подправить на компьютере. Подправьте цвет на компьютере. Потому что он немножко неправильно воспроизводится. Вот немножко вот такой вот. Из чего я сделала такую интересную заготовку, которая вот такой, как имеет вид столбика, да? Ага. Женя пишет. Кто купил мка шариков, закрытый клуб принимает? Конечно, Женя, пишите. Обязательно. Пишите Гале. Пишите номер покупки, она вас добавит, да. Значит, совершенно обыкновенный коробок. Вот он, совершенно обыкновенный, да? Но, как всегда, я люблю чуть-чуть усложнить. Коробок есть. Две плашки-накладки. Просто плашки. Такого типа можно посмотреть даже в магазинах по творчеству. Иногда бывают накладочки разные, круглые. Бывают, может быть, овальные, да. Бывают и квадратные. Одну наверх, другую вниз. И мы получили, собственно, интересную заготовку. Вот здесь то же самое. Здесь на крышечку, вот она крышечка, я приклеила эту накладку. Так же, как и на дно, если видно, вот она приклеена. Супер. Да. И мы получили интересную заготовку. Какая интересная заготовка. Посмотрите, получилась из обычного короба. А было всего лишь вот так. Супер. Только вот показала. Подожди, так быстро ты показала. Подожди, помедленнее. А что помедленнее? Сейчас с коробкой работает. А вот здесь, смотрите, да? Здесь тоже хочется поддержать. Вот слишком темный фон. Я просто воспроизвела цвет на самом фантике. Бачки сделала такими же. Опять-таки, есть несколько вариантов. Один самый беспроигрышный вариант. Я всегда люблю держать при себе комплект различных бирочек. Да. У меня их много. Разных биринов. То есть, какую выберу, такую выберу. Ношу их всегда с собой на любой вебинар. А вдруг пригодятся? Вот здесь тоже можно подбирать бирки. Это большая. Класс. Вот это неплохо. Ну, неплохо, но немножко не то. Вот, я вообще предполагала, что подойдет вот это. Да. Значит, смотрите, что самое интересное. Обычно бирочки либо крашу, либо чем-то заклеиваю, да? Но здесь вот этот... Обожженный, да? Лайзером. Обожженный лайзером вариант даже не надо красить, потому что цвет вот этой фанеры идеально подошел к цвету на картинке, да? Вот, можно даже просто вживую вот так вот приклеить, но у меня еще другая была идея. Вот это я, наверное, оставлю. На двух противоположных бачках я сделаю такие бирочки. Класс. Ну, эти бачки-то крайние. Такой с мадиной, второй, они же остаются пустыми. Мне же тоже хочется с ними поработать. Я взяла трафарет. Интересно, интересно. Ой, суши, я просто убрала сюда. Интересно, интересно. И с помощью трафарета можно создать интересные рисуночки. Либо кусочек какой-то завитушечки, имитирующий такой, знаете, как узор в юге или узор на стекле. Либо можно взять наш любимый трафарет, например, полоска, который замечательно будет имитировать такой винтажный стиль. Но давайте все-таки сделаем не полоску, а все-таки сделаем завиток. Ну, почему-то мне вот... Вот Елена говорит, ручки можно приделать. Можно, конечно, ручки. Можно. Но мне хотелось именно освежить работу. Да, чем-то светлень. Да. Именно поэтому я и хочу чуть-чуть освежить. И задумка по тенированию у меня другая. Значит, смотрите. Я могу взять либо вот такой уголочек, он очень хорошо подойдет здесь, как завиток такой. Либо элемент вот такого трафарета. В юге. Как вьюшка такая. Посмотрите, тоже очень хорошо подходит. Да? Но мне, наверное, все-таки хочется вот этот трафарет. Он мне нравится. Можно даже какие-то снежинки брать. Снежинку не хочу. Просто показала, а вдруг кому-то понравится. Итак, значит, либо уголочек... Давай с картинкой согласовывать. Да? То есть... Либо вот эта вьюшка. Вот эта вьюшка мне нравится. Да, вьюга. Прямо она очень, как будто заметает. Вот такой элемент возьмем, да? Отлично. Мне вьюга нравится. Давай. Супер. Делаем вьюгу. Это делается очень быстро. Это делается моментально. Белая краска. Вьюгу рисуем вьюгу. Рисуем вьюгу. Так, Наталья нам пишет. Мне очень нравится поведение, проведение мастер-классов Галины. И просто отлично ведет. Заслушиваешь. Спасибо. Ничего лишнего в разговорах, только по делу. Ну, не скажите, отвлекаемся. Вы же прям так уж прям не хвалите. Так, ну что... Про конфеты мы поговорили. Про детство вспомнили. Да. Про сахар на батоне тоже. Так, белая краска. Губка. Хорошо отбили излишки. Помните, что не должно быть на губке много краски. Вот это очень важно. Это очень важно. Вот сейчас очень важно. Смотрите, вот как она отбила Гали. То есть практически полусухой. Прикладываем трафарет. Так. Даже мокроватая, наверное. Мокроватая. Но ничего, ничего. Ладно, что-то получится. Видно, что мокроватая краски многовато. Ничего. Сейчас будем испытывать мастера на прочность. Насколько он может делать так, чтобы с мокрой краской и не было затеков, потеков. Вот это задача у меня сейчас. Я боюсь уже и трафарет снимать. Ну, Молоко, давай, давай. Опа! О, оно! Это признание. Ну, супер. Ну, красота. На второй стороне я сделаю такой же трафарет. Я думаю, это будет хорошо. Классно. А давай теперь с картинкой вместе соединим. И сейчас посмотрим. С картинкой, но не это я хотела сказать. Мне хочется... Вы смотрите, будет картинка. Дай нам посмотреть, вот она картинка. Нет, нет. У меня будет же на двух сторонах накладочка. С боков будет вьюшка. Но чтобы работу сделать более снежной, чтобы работу сделать более гармоничной с этим белым цветом, я тоже сделаю патинирование. Но я сделаю его белым цветом. Я сделаю такую снежную опушку по краям. Круто! И смотри, получается, она немножко освежается. Конечно! Вот такая задумка была. Смотрите, вот это же губки. Который я сейчас наводила трафарет. Также хорошо ее отбиваю еще лучше. И начинаю делать... Покажу пока на темном фоне, чтобы вы видели хорошо. И начинаю делать вот такую опушечку белую. То есть так же примерно по форме, как я делала медиумом, да? В уголочках побольше. Уголочки делаем более овальные, да? Но мы освежаем, мы добавляем снега. Как такая изморозь, да? Боже, это просто... Галя, это находка. Потому что это получается реально как будто снегом припорошено. Но это не такая большая находка, потому что пользуемся мы ей давно. Но ты знаешь, просто я вот смотрела, когда ты показала этот короб. Он какой-то темноватый и мрачноватый. Ну вот, началась... А ведь молчала до этого. Ну, я же знаю, что ты что-то собираешься с ним делать. Конечно. Я поэтому молчу. Я поэтому темные сделала, чтобы сделать на нем светленькое. Здорово. И вот этой опушечке добавляйте столько, сколько хотите. Больше, меньше. Вот я сейчас посмотрю. Очень легально смотрю. Если где-то я... Ну, мне показалось многовато, я просто уберу... Я просто уберу влажной салфеткой. Ну, вот как-то так это должно выглядеть в результате. Вот здесь было немножко неудобно работать, поэтому я напортачила. Но я же могу это вытереть. Работа залакирована. Всегда говорю, не забывайте лакировать работу перед тем, как вы начинаете ее декорировать. Потому что не всегда получается все с первого раза. Вот. То есть вы делаете вот так. Очень нравится. Вы делаете то же самое... Конечно, это элементарно. Вы делаете то же самое на крышечке. И посмотрите, ну, фантик такой был, да? Ну, не белый. Ну, что я исправлю? А белого цвета-то хочется? Да. А зима-то у нас с белым снегом. Класс. Я буду сейчас вот так вот освежать. Немножко я поверну к вам. Засвечивайте. Да, да, да. Теперь нам не видно вот на свет. Сейчас я на темное выйду, и вы это увидите. А набрызг будет? Королевский набрызг. А надо? Ну, спрашивай. Можно. Можно, кстати. Вот на этой шкатулке я хотела сделать. Да. Именно на это я хотела. Посмотрите, это уже видно. Супер. Очень красиво. Все-таки эта белесость, она освежила. Конечно. Вот обратите внимание, там мы затемнили, да? Сделали коричневатый. Там у нас не было снега, там у нас не было зимнего пейзажа. Там не требовалось белого цвета. Просто не требовалось. Вот представьте, если бы я сейчас этот фантик забелила, но вообще бы никуда, да? Вообще нет. Я лучше его еще больше затемню по краям. А вот белый набрызг здесь нужен, можно сделать. Можно. Он освежит работу. Он притушит вот этот агрессивный красный цвет. Итак, видите, уже свежает работа. Вот, пожалуйста, Людмила подсказывает. А на этой шкатулке можно подрисовать северное сияние белым. Можно, можно, да. Но северное сияние мы будем делать на шарике, Мишка на севере. Поэтому мне не хотелось повторять эту работу. Там у нас северное сияние воспроизводится полностью. И не только белым. Там воспроизводится во всех цветах краски. Да, во всех. Настоящее северное сияние. Помните эту картинку? Кстати, где она? Вот она. А если добавить мелкие снежинки, да, пожалуйста. Вот, северное сияние. Видите, видно ли вам, что несколько оттенков на одном лучике? Два или три оттенка, по-моему. То есть вот это все дорисовано. Видите, вот этот фон по бочкам. Это все дорисовано очень просто. Классно. Кайфовая, Юнечка. Такие игрушки классные. Прямо в руках одно удовольствие. А здесь даже мы оставили этикетку. А с каким удовольствием мы это делали? Это же такие вещи делаются с особым настроением. Классная конфетница. Здорово. И причем, посмотрите, мы сделали, получается, сколько? Четыре варианта. Ну, один петушок был готов, но принцип такой же. Четыре разных конфетки. Чуть-чуть меняем способ патинирования. Чуть-чуть меняем способ, как сказать, подрисовки фанов фантика. И мы получаем такие совершенно разнообразные работы. Я просто показала, как по-разному можно использовать одни и те же фантики. Да, фантики. Вернее, как фантики, но как их, как восполнять вот то, чего не хватает, да? Да. То есть фантик есть, хватает на крышку, а как обработать бока? Если там на фантике фон какой-то определенный, этот фон же надо воспроизвести. А каким образом? Сама идея, что именно это конфеты, вот мы как бы воспроизводим, как будто это конфетка. Шкатурка-конфетка открываешь, а там внутри эти же конфеты. То есть в этом... Да. Ну вот, то есть я сейчас опять одним бочком поверну, чтобы вы видели, насколько это свежее будет. Здесь у нас будет бирочка. Супер. Да, будет белый набрызг, и мы получаем работу. Значит, вот эти мелочи, как набрызг и внутреннее прокрашивание, здесь я прокрасила, да? Я сделаю, наверное, уже в студии, потому что сейчас время поджимает. Я сделаю в студии и готовые работы выставлю и в нашей группе, и выставлю у себя на странице. Ну, давай покажем вот все четыре наши шкатулки, что у нас получилось. Давай, давай. Посмотрим на моей странице, что у нас получилось. Итак, результаты нашей сегодняшнего дня. Деятельности, да. Я беру, это я тоже уберу. А, красотища. Так, ну что? Вот, смотрите. О-о-о! Четыре дольфика. А, сухие. О, класс! Смотрите, сколько шкатулок! И в каждую вы можете положить либо конфеты. Боже! Либо шарики, которые будут тоже сделаны с тех же самых фантиков и вашими журками, да? Так, так, вообще супер просто! Сюда, на эти шкатулки я тоже сделаю петельки, как на петушке. Эта шкатулка предусматривает вот такое закрытие. Если, кстати, вы будете здесь... Можно же как сделать, да? Взять такую крышку, здесь сделать пипочку, как ручку, за которую открываем, а фантики по краям наклеить. Можно же и так сделать, тогда будет все очень дожиданно. Посмотрите, какая прелесть. Сколько разных вариантов. Это представьте, вот у меня уже четыре готовых подарка на Новый год. Класс! Супер! Вот! Вот такие работы мы с вами сегодня сделали. Еще раз повторю, значит, что мы с вами сделали. Во-первых, это коробочки. Просто опасно! Да, мы вспомнили идею, вспомнили детство, вспомнили наши сладости и фантики. И по-разному, используя фантики, вроде бы идея одна, но каждую коробочку мы обыграли по-разному. Здесь мы воспроизвели фон, здесь мы освежили работу, сделали ее зимней. Да, вот у нас еще, так говорим. Здесь мы сделали патинирование и обыграли фантик, вот здесь, с этой стороны, да? И обыграли фантик и оставили вот в таком варианте. Боже мой! Да, тоже имеет право быть, потому что у нас конфетки здесь такие, здесь тема такая. Если сделать белый набросок, это еще освежит работу, а я сделаю. Выставлю фото этих работ на своей странице. Так что заходите, смотрите, и я думаю, у вас получатся тоже очень интересные работы. После вебинаров и после видео мастер-классов мне присылают такие работы. А, заглядели просто. Да, я выставляю потом свой альбом ВКонтакте. Он так и называется – «Работы учеников после моих мастер-классов и вебинаров». Итак, мы с вами сделали наши сладкие коробочки, вспомнили наше любимое детство. А еще вот у меня сегодня так получается, что я предлагаю практически новые мастер-классы, да? А вот, шкатулочка, нет, это не шкатулочка, это карандашница, король Ричард. Это очередная имитация металла. Вот посмотрите, сегодня я вам предложила уже три имитации металла. Это на шкатулке кредо, помните, была имитация металла. Это шарики эсмераль, да? И вот сейчас карандашница, король Ричард. И на каждой из этих работ сделана имитация по-разному, разными способами. Вот здесь есть такие фишечки и такие секретики, которые будут вам не только интересны, но они будут вам еще очень полезны в вашем дальнейшем творчестве. Тоже имитация, очередное пополнение в вашей коллекции имитаций. Классно вообще, посмотрите, какая это объемная вещь. То есть вот этот мастер-класс для тех, кто готов расти и совершенствоваться. И у нас там два мастер-класса, если ты помнишь. И секундочку, я еще не дошла до этого. Я же хочу все сюрпризы, да, ты хочешь раньше меня преподнести. Вот, значит, смотрите, это один из способов, причем один из очень быстрых и простых техника вообще имитации металла. Она чем хороша? Вы можете ее применять как отдельно на работе. Вы видите, здесь даже тут упажа нет. Но вы можете ее сочетать и с другими техниками. Как интересно смотрятся работы, когда вы какой-то элемент металла начинаете сочетать с другой техникой, с тем же самым докупажем, с какой-то картиночкой. Даже с деревом были такие работы, когда дерево плюс какие-то накладки металлические, да. Вот, значит, опять-таки, вот то, что хотела Наташа сейчас сказать, да, мы же вас не только обучаем, мы еще вас хотим порадовать, преподнести какой-то сюрприз. И вот этот сюрприз есть в этом мастер-классе? Собственно говоря, это будет тоже еще один видео-мастер-класс, то есть к этому мастер-классу, плюс еще один бонус видео-мастер-класс. Мы не будем вам озвучить, потому что он очень классный. Не будем говорить, потому что это сюрприз. Но что самое интересное, этот сюрприз, этот видео-мастер-класс, который прилагается к данной работе, он никогда не был и не будет в открытом доступе и никогда не будет прилагаться к другим видеоматериалам. Мы его снимали несколько раз. Да, что-то с ним волшебное происходило. Мы снимали несколько раз. Потом теряли... То запись. Наташа теряла запись. То что-то происходило. То, значит, приходили на съёмки, тут же что-то случалось, приходили люди. Мешали. Мешали. То есть это что-то волшебное с ним происходило. Наконец мы сняли. И сказали всё. Всё. Да. Как только вот этот мастер-класс у нас уйдёт с арены продаж, то вместе с ним уйдёт и сюрприз. Он больше никогда и нигде не будет прилагаться к каким-то другим мастер-классам. Вот такую фишечку нам хотелось замутить. А каким лаком будете покрывать? Вот это вот? Вообще лака здесь не покрывает. Кто-то задал вопрос? Да, Людмила говорит. Вы прямо как знали. Вы, наверное, смотрели подобную работу, что в этой работе лака не существует вообще. Мы не применяли его. Но хочу сразу сказать, что у меня был ещё подобный мастер-класс, запись закрытого видеоурока. Она и есть. Шкатулка недина. Да. Есть такой мастер-класс. Он прилагается? Они созвучны. Поэтому вы уже сами решаете. Одна студийная запись, другая онлайн была. Это была запись Медины в онлайне, а эта студийная запись снята как мастер-класс. Техника одинаковая. Вот чтобы вы не путались. Но мало ли, чтобы вас потом это как-то не запутало. Значит, итак, вот такая у нас шкатулочка. Да почему я называю шкатулкой всё время? Шкатулочка. Да. Наверное, потому что я люблю эту технику и часто применяю именно в шкатулках вот эту имитацию металла. У меня шкатулок с имитацией. Ну, я не знаю сколько. Но люблю я имитации. Коллекция имитаций. Ещё один новый мастер-класс «Знатная дама». Тоже работа новая, по-своему значимая, потому что здесь мы создавали... Вообще идея именно этого мастер-класса максимально облегчить для вас процесс создания фактуры. Насколько это возможно, мы его упростили. И простейшими инструментами, кисточкой и краской, мы воспроизводили вот такие замечательно объёмные фактурные вещи. Вы видите, да? То есть это настолько просто и настолько доступно, что даже человек неопытный, только начинающий заниматься декупажем, это может сделать. Экономия на материалах там есть, которые... Да, материалы очень бюджетные, очень доступные. Возможно, вы не имеете какого-то набора трафаретов. Возможно, вы не хотите, не умеете или не имеете дома у себя структурных паст. Этого не надо. В данной работе мы обходимся без всех этих вот необходимых средств. Итак, но вот настолько легко и доступно, что я даже удивляюсь, почему до сих пор ещё вот все это не делают. Но для тех, кто хочет учиться, для тех, кто хочет познавать что-то новое, для тех, кто готов знакомиться с новыми материалами и с новыми техниками, мы внесли несколько усложнений в работе, и мы тут же применяем и имитацию чеканки, и работаем с поталью, и очень интересный клей для потали. Да, да. Как его сделать, вот этот объёмный... Это для тех, кто любит... То в этом мастер-классе мы рассказываем, как и чем заменять сложные материалы, например, нет у вас потали или нет у вас мордана для наклейки потали. То есть мы оговариваем, как вы можете заменить этот этап, чем можете заменить, либо вообще пропустить. То есть вот это всё оговаривается. Вы выбираете для себя ту форму своей работы, которая вам нравится. Ну и, конечно же, окрашивание, вся фишка и краски. Краски – это основа нашего творчества. Декупаж – это здорово, но владение красками... Да какое там владение? Не владение, а именно вот здесь показываются возможности такого простого инструмента, как краски. Краски и кисточка, и вы получаете роскошную работу. Это ведь не простая работа, да? Вот это полностью воспроизведено красками. Вот простота изготовления, она сочетается с роскошью для тех, кто любит роскошные вещи, для тех, кто хочет создавать красивые вещи. Кайф, ой, честно. Да. Все материалы, которые здесь используются, мы уже сказали, они очень легко доступны, они чисты, они безвредны, они окружают нас буквально вокруг, в нашем быту, они постоянно, мы на них наталкиваемся. То есть все это можно приобрести, найти даже дома и использовать и создавать вот такие роскошные вещи. Ну, так как у нас сегодня вебинар, так как у нас сегодня выступление, естественно, на этот продукт, как и на многие другие, действует акция. Вы можете, да, вы можете приобрести их с большой скидкой. Помимо этого, плюс ко всем тем подаркам и сюрпризам, которые мы автоматически прикрепляем к нашим видеоматериалам, есть еще один подарок. Это месяц участия в нашем закрытом клубе, так называемый бонусный месяц, когда при приобретении любого обучающего материала вы становитесь на целый месяц членом нашего клуба, где вас консультируют все мастера, не только один мастер, все мастера, где наши оттоклубники также помогают вам советами, консультациями. У нас там очень тесная компания, практически семья, или как там нас уже называют, наша местная такая мафия, где мы все очень понимаем друг друга, быстро растем и наши ученики, и мы вместе с учениками. Да, потому что иногда просто поражаемся, насколько талантливые люди у нас здесь, в чатах, вебинарах. Просто на глазах человек прислал досточку, а потом через месяц-два присылает такую работу, что уже просто... Уже просто шевербральные работы, да. Так что по всем вопросам, я думаю... У нас постоянно идут видео-мастер-классы, видеоконсультации, постоянно мастера. Каждую работу... Есть специальный альбом, где вы загружаете свои работы. Закончена, она не закончена, на каком-то этапе. Есть такая программа, где мы вживую, не письмом, а вживую голосом, консультируем вас, обговариваем каждый этап, подсказываем, как можно сделать, и не только мы. Еще раз повторю, что наши одноклубники очень активно участвуют в советах. Иногда дают советы настолько профессиональные, что, в общем-то, удивляешься, насколько многообразен мир фантазии и творчества. И каждый ведь по-своему это все видит. Так что я думаю, что это будет полезно и нам, и вам, и не только полезно, но и интересно. Ну и, конечно, к Новому году, мы думаем, это будет полезно, это новогодние шарики, да. То есть сейчас, в канун Нового года, это то, что как бы вообще без этого мы никуда, никуда. Наша, да, наша замечательная Эсмеральда. Эсмеральда наша просто. Еще один вариант имитации, как я уже говорила. Да, посмотрите, сколько у нас с вами имитаций, да. И все по-разному. Имитация чеканки. Оксана говорит, у нас самый крутой клуб. Имитация металла. Да. Все имитация. Конечно. Работа красками. Пожалуйста, гляньте. Так что, еще имитация металла и имитация роговой кости, роговой пластины. В общем, все это, ну, наверное, да, это этап роста, это этап совершенствования, это какие-то новые возможности создания и выполнения коллекционных работ, не простых, а работ, которые уже имеют значимость, которые можно дарить, которыми можно восхищать и расти. Представляете, такими шариками весит елку, и не только шарики, можно и бутылки делать. То есть обалденно. Вот именно, что они гибкие. Шампанское сейчас пойдет, да. Шарики, какие-то шкатулочки, какие-то, может быть, круглые, цилиндрические, какие-то горшочки. Все возможно, все возможно делать. Так, ну что, мы включаем камеру на Галю, Галина. Так, о, вот она наша Галина. А где мой любимый шарик? Так, да, ну вот, мы сегодня очень плодоборно поработали. Сколько у меня работ, сколько загрузилось. Да, ой, сколько, сколько, да. Не хочется закрывать то, что есть. Значит, смотрите, я думаю, что вы сегодня много получили интересных, идей, сложного не было ничего. Все доступно. Было бы желание, было бы настроение, а сделаем мы все. Итак, есть и имитации, есть и простые работы, просто очень милые, душевные, уютные. К Новому году есть все, даже елка с игрушками. Мы готовы. Готовьтесь и вы. И уже много встреч у нас впереди еще будет. Еще будут встречи. Мы еще будем продолжать делиться идеями и подпитывать друг друга. Я думаю, это здорово. Я думаю, это такое возвращение в наше детство, наше счастье, наше радость. Конечно, настроение. Новогоднее. Плюс ко всему полученные знания, которые мы можем применять, а это уже на века. Спасибо вам большое, что вы были вместе со мной. Я думаю, что мы встретимся еще не один раз, порадуем друг друга. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин